АПЛОДИСМЕНТЫ Гости дорогие, спасибо за аплодисменты. Это программа «Чёрное зеркало», и я её ведущий Евгений Киселёв. Мне помогает вести программу мой коллега Алексей Лихман, ведущий подробности. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь у нас в студии собрались политики, депутаты, журналисты, политологи. Мы их будем представлять по мере того, как они будут включаться в разговор. А вы смотрите нашу программу. Хотя я не уверен на самом деле, что сегодня, Алексей, вот в эту минуту нашу программу смотрят все наши зрители. А вы действительно правы, Евгений, потому что на этой неделе нас снова начали глушить. Начали глушить, на самом деле, в прошлую пятницу. В прошлую пятницу, кто не помнит, кто не знает, я ещё раз коротко напомню, что с конца прошлого лета, с конца августа, неизвестные злоумышленники с помощью специальной аппаратуры, на самом деле совсем несложной, создают помехи ретрансляции нашего сигнала на территории Украины с помощью спутника. А через спутник, а потом кабельные сети, как минимум половина нашей аудитории, а то и больше смотрит и наши новости, и программу «Чёрное зеркало», и подробности недели. И причём это глушение начинается именно в тот момент, на первых минутах наших информационных или информационно-политических программах. Это наводит на размышления, и мы обращались во все возможные органы, и мы обращались и в правительство, и в администрацию президента, и в СБУ, и в Совет национальной безопасности, и в Укрчистотнадзор. И здесь у нас в студии не так давно был Валентин Наливайченко, руководитель СБУ, который подтвердил, что существует уголовное дело, ведётся расследование, ну и что называется, а вот и ныне там. И вот сегодня нам уже позвонили, когда шли подробности в ваш выпуск, позвонили, сказали, что Харьковский массив в Киеве нас не будет. Увы. Я сейчас просто обращаюсь к Валентину Наливайченко, уважаемый господин Наливайченко. Ну, может быть, как-то можно найти радистку КЭ? Вот задача найти этих злоумышленников, с точки зрения технологической, не сложнее, чем запеленговать вражеский радиопередатчик, используясь примерно теми же средствами, которые использовала наша доблестная контрразведка. во время Второй мировой войны. Тем более, все технические специалисты говорят, что сделать на самом деле это абсолютно несложно, было бы желание. Ну, хочется поблагодарить зрителей. Несмотря на это глушение, рейтинги программы подробностей, всё равно самые высокие среди новостейных программ в Украине. И все равно, спасибо вам большое. Довольно самореклама, уж извините нас, гости дорогие, и довольно говорить о себе. Как-то так не совсем даже удобно злоупотреблять вашим вниманием и рассказывать о своих болячках. Но проблема на самом деле серьёзная, потому что это вопрос информационной безопасности. Ведь то же самое может произойти... С любым телеканалом. При наличии современных технических средств, злоумышленники, в том числе, между прочим, и представители не самого дружественного соседнего государства, могут в любой момент вырубить любой телеканал на всей территории страны. Это не шутки. Ну хорошо, а как я говорил в анонсе нашей программы, в подробностях, из всех событий, которые происходили на минувшей неделе, их было много, я бы хотел и начать с этого, и постараться сконцентрироваться. По-моему, из всех событий политически самое важное, это вот решения, которые приняты Верховной Радой относительно изменений, относительно новой редакции закона о особом самоуправлении на отдельных территориях Донбасса, которые касаются местных выборов. По сути дела, значит, сделана привязка, что закон об особом самоуправлении начинает действовать лишь после обретения полномочий органами местного самоуправления. Кроме того, отдельным решением Верховный Совет проголосовал за признание части Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями. У меня вот вопрос к присутствующему здесь представителю украинского МИДа Дмитрию Кулебе. Объясните, пожалуйста, почему сразу же последовала такая болезненная, возмущенная реакция со стороны российского МИДа? Лавров сразу, значит, заголосил, можно сказать, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это получается чуть ли не ревизия минских договоренностей и так далее и тому подобное. На самом деле, это все можно привести к простой российской фразе, что-то пошло не так. Пошли события не за российским сценарием и абсолютно очевидно, что такая болезненная реакция как раз не тело мне надійшла из Москвы. Все очень просто. Если бы этот закон не был ухвален, то, по сути, Россия вважала за можливое легитимизировать Захарченко, Платницкого и других людей, которые были выбраны на фейковых выборах 2-го и 10-го, которые не признавал никто в мире, включая саму Россию. А мы этому плану завадили, и фактически Верховная Рада створила правовое поле для проведения там, на этих территориях, нормальных, цивилизованных выборов, после победителей которых и получают, власне, легитимный статус для подальшего регулирования ситуации на Донбассе. Россия, конечно, это не понравится и никому не понравится, когда что-то идет не так, как она хочет. И мы получили ту реакцию, которую получили. Что означает, что мы все делаем правильно. Пожалуйста, Андрей. Я хотел бы просто звернуться сразу, реагировать на реплику. Какие выборы, как они там могут происходить, кто может брать в них участь, кого там выберут. У меня вот вопрос к представникам всех политических сил, ну, напевно, кроме оппозиционного блока. Чи можете вы себе представить, что ваши представники возьмут участь в этих выборах, або вы сможете там своих состригачей поставить, ну, можно, напевно, но их там расстреляют через, напевно, хвилин 15. Отдесь так. То есть, про какие, в принципе, выборы, мы сейчас можем говорить, когда сейчас не выполнено Россию, а мы говорим Россия, потому что это все ЛНР, ДНР, это все абсолютно маячня, Россия это делает. Не выполнено никакого пункта Минских договоренностей. Далее происходят постоянные обстрелы, боевые действия не остановлены. Мы можем говорить там про різную интенсивность, но они не выполнили принциповую базовую позицию. Да, абсолютно правильно. Даже вопрос с заручниками и полоненами абсолютно не решено. И, соответственно, в этой ситуации, про какие выборы мы можем говорить. Ну, давайте говорить отверто. После первых Минских договоренностей, после закону 16 вересня, вот, бачите, я даже по фрейду обмывку сработал 16 сечня. 16 вересня, минулого року, в котором были в парламенте проголосованы еще минулого скликания, до речи, единственная фракция, которая тогда жодного голоса не дала за этот закон, была «Свобода», нагадую. И, соответственно, после того, произошли фейковые выборы. Там, я не знаю, все політики, которые шли на выборы, на последние, и после того, говорили про то, что этот закон шкодливый, его нужно негально отменить. Турчинов вносил даже отдельную постанову, для того, чтобы отменить этот закон. Законы изменения его заморозили, заморозили закон. Каким чином его заморозили? Тим, чтобы проголосовали? Решением Реда национальной безопасности и Талмороны. Тим, чтобы проголосовали за теперь линию размежевания, которую раньше не было. Андрей, И голосами оппозиционного блоку. Пане Андрею, я прошу, много было, чтобы было ясно. Сразу прозвучало много вопросов, в том числе и к вашим коллегам, представителям других партий, и оппозиционного блоку непременно. Мы уже привыкли, что вам не дают, поэтому вы все спокойно. Я хочу сказать, что давайте не ставить виз поперед коней. По-перше, выборы на Донбассе відбудутся лише тогда, когда там будут створены необходимые условия для этого. И ситуация будет отвечать. Золотые слова. Все же написано в законе. Золотые слова. А какие-то выборы. Я просто, да, много таких вот подозрений, каких-то таких апокалиптических сценариев. Для чего принят этот закон? Вот в чем его смысл? Это предохранитель. Во-первых, для того, чтобы российский сценарий не сыграл, для того, чтобы сепаратисты не провели свои местные выборы в ДНР и ЛНР и не сказали, вот это те самые выборы. Подождите, нет, нет, речь идет о местных выборах. Это первое. Второе. В законе четко написано, когда, на каких условиях эти выборы могут быть проведены. Четко написано. Поэтому теперь сепаратисты России не могут подменить эти выборы своими выборами. Но мы не можем вообще отказаться. Андрей, как не может, если вы не 2 листопада псевдовыборы проводили? Андрей, как мы не признали эти выборы, и в результате тех выборов были сорены первые минские договоренности. И самое главное, если мы сейчас откажемся принимать такое решение, значит, мы отказываемся вообще от минских договоренностей. Мы тогда себя ставим в неудобное положение перед нашими европейскими партнерами, и мы тогда провоцируем новую волну конфликта. Вот что проблема. Россия выполнила хоть один пункт минских договоренностей. Почему президент тогда заявляет про то, что минские договоренности 2, уже они абсолютно не работают, требуют новые санкции. Это заявка президента в немецких засобах массовой информации тиждень тому сделана. Знаете, я со своей стороны хотел бы кое-что добавить. Я уже раза три, вот только за эту неделю, от разных западных дипломатов, я с ними там регулярно общаюсь, слышал такую важную мысль, на мой взгляд, важную мысль, что, вы понимаете, будет очень плохо, если Украина создаст поводы России говорить о том, что она не проходит свою половину пути к реализации минских договоренностей. не делает того, что она, как бы не относиться к минским договоренностям, не делает того, что там записано, чтобы опять господин Лавров не забил в этот самый бубен и не заголосил, что ... ... ... ... ... ... ... ... Вот такой же вопрос. Россия не выпустила заложников. Давайте начнем с самого простого. Покажите, если вы хотите, чтобы Минские соглашения выполнены, выпустите Надежду Савченко. Сегодня у нее ухудшилось состояние настолько, что ее переводят в больницу. Выпустите человека, который уже просто до абсурда видно, что невиновен, выпустите. Тогда мы поверим, что вы хотите исполнять Минские соглашения. Мне в куларах подходили европейские и западные дипломаты, которые спрашивали, будет ли Баттичина голосовать за эти законы или нет. Мы говорим нет. Почему? Это очень важный законопроект. Потому что когда Россия нарушит, не если, а когда Россия нарушит Минские соглашения, они прекрасно понимают, что они не наивны. У нас будет основание для наших избирателей ввести дальнейшие санкции. То есть они ждут, пока случится что-то большое, а они собираются предотвращать это что-то большое. Поэтому они новый раунд санкций. Украина санкции против России не вводит. Мир весь продолжает эти санкции делать. Мы ничего не делаем. Мы ведомые западные. Но это не правда, что ничего. Это не правда, что ничего. У нас не будет много сильнее позиции. Евгений Алексеевич, в суете упоминаемый недружественными нами политическими силами оппозиционный блок проголосовал за упоминаемые решения об особом статусе Донбасса. Точно так же? Нет особого статуса Донбасса. Есть особый порядок местного самоуправления. Одно уточнение. Это по фрейду. Если упоминается особый статус Донбасса, вы подыгрываетесь сепаратистов. Потому что именно они за это выступают. Я прошу прощения. Мы голосовали за особенности вопросов местного самоуправления на Донбассе. Точно так же, как... В отдельных районах Донецкой и Луганской области. Я прошу меня не перебивать. Я уточняю. Я уточняю. Этого не делаю. Второе. Мы, естественно, полностью поддерживали позицию парламента по госпоже Савченко. И я на одном из эфиров с вами же предлагал, что давайте инициируем решение парламента обратиться к Госдуме России, сформировать межпарламентскую группу и не выезжать из Москвы, пока мы не привезем оттуда Надежду Савченко. И сделать это решение парламента полностью позиции оппозиции. Это, значит, очень важно, это международное захватывание. Второе. Значит, вот давайте по... Может быть, вернемся к началу. Мы все время говорили, Минские соглашения 1, Минские соглашения 2. Все участники, международные участники всего переговорного процесса, в том числе и господин Обама, который не являлся субъектом Минских соглашений, и Меркель, и Оланд, говорили о том, что военного решения у конфликта в Украине на Донбассе не существует. Нам, мировые лидеры, дали инструмент в виде Минских соглашений, и наш президент с этим инструментом согласился, как человек, который отвечает у нас в государстве за внешнюю политику. Я считаю, что для того, чтобы мы эти возможности реализовали, мы должны действительно двигаться по этому плану. Нравится он нам или не нравится, но мы на сегодняшний день другого варианта установить мир в стране у нас нет. И об этом сказали ведущие мировые державы. В этом плане, я считаю, что парламент сделал очень мало что для того, чтобы действительно эти вопросы продвинуть. Потому что говорить о том, что мы начнем местные выборы после того, как они все сложат оружие, вы же прекрасно понимаете, что это все равно что написать никогда. И рисовать для этого законы, такие сложные и сложно выстроенные, не нужно. Нам нужно действительно диалог с Российской Федерацией. Нам нужен диалог в рамках Минских договоренностей, в рамках четверки. Если эти договоренности не выполняются со стороны так называемых ДНР, ЛНР и России, то мы должны об этом, и там есть эти механизмы, они записаны, как мы должны о них сигнализировать. Если мы просто будем друг дружку разрывать, и вот представьте себе договоренность. Вот мы с вами договорились о чем-нибудь. Я поворачиваюсь, вы слышите еще мой разговор, я поворачиваюсь с коллегой и говорю, слушайте, этот товарищ, он такой нехороший, о чем с ним можно договариваться? Он вообще как бы, ну вот как бы вы себя вели, это как в анекдоте про шахматы, когда ты бы играл с человеком, который плюется на тебя, кидает шахматы и постоянно махлюет. Нам нужно научиться, может нравится, может не нравится, стране нужен мир, страна не может жить в таком состоянии дальше. Мир может быть тогда, когда его хочет и другая сторона. Украина не может одна сама по себе обеспечить этот мир. У нас есть Франция, у нас есть Германия, у нас есть мировое сообщество, мы не используем эти возможности. Франция и Германия помогли под Дебальцево? А давайте послушаем, что по этому поводу скажет нам один из руководителей комитета по международным делам. Можно мы дадим Иване слово, ровно через полминутки нам звонят зрители сейчас в эфир и подтверждают информацию, с которой вы начали программу. В Днепропетровской области больше ее части нас уже не видят. К сожалению, у нас продолжают глушить Ивана. Извините, пожалуйста. На жаль. Я хотела бы коллеги сказать, вы знаете, вы такую красивую аналогию привели, вот как же мы можем засудить партнера по диалогу, когда мы на него сразу кидаем шахами и так далее. А вам не здаётся, что этот партнер по диалогу просто нас уже кілька разів... Кілька разів, как минимум, вдарив под сердце ножем всю нашу країну. И наших сын, наших сын, наших сын, мы поваримы сегодня. Это до того, как, ну, мне кажется, что весь переговор, в этом случае, можно, выключно, стиснувши зубы. У нас нет другого выхода. Так, у нас нет другого выхода, поэтому мы это и делаем. Но, опять же, пан Андрей, вы говорили про какие-то выборы. И вы сами, 2 листопада, про что вы говорите? Вы сами в таком способе, влазне, примушаете людей замисливаться над тем, что какие-то происходят действительно важные референдумы, выборы. Может, вы еще вы знаете Кримский референдум? Что вы говорите, пан Иванович, я не голосовал за новый государственный кордон по линии размножения. По факту. Я не голосовал за новый государственный кордон и линии размножения. А вы голосовали за. Так, я голосовала за. И я вважаю, что в таком способе мы сейчас можем, с самого начала, в Минских домовленостях, еще от 5 вересня прошлого года было написано, что выборы могут возбудиться, исключительно, согласно с внутренним украинским законодавством. Так вот, что мы сейчас сделали, мы просто специфицировали, уточнили все условия, согласно которых они могут там возбудиться. И этот перелик условий, он слишком сложный для выполнения Россией. И поэтому они так реагируют. Что мы сделали, насправді, знают кілька людей в світі. Это знает президент, это знает Меркель, это знает ООН, это знает Путин. Потому что это голосование, которое произошло, это была треба, в принципе, формальной частини Минских домовленостей. И, насправді, Путин мрее про то, чтобы не хватило голосов в Верховной Раде для этого решения. И, если бы даже не хватило, и мы не приняли, ему бы это так же не понравилось. Они бы перекрутили результаты голосования и так же говорили про взрыв этих выборов. Чи слабка – это позиция? Неймоверно слабка. Вона исторически неймоверно слабка. Но почему мы должны принимать такие документы? Потому что за год мы не смогли создать этой армии, которая могла бы дать бой российской армии. А возможность мы эту мали. И, если бы уряд не крав в тих размерах и в тих масштабах грошей, как это произошло в протяжении года, за два этапа вырвания премьера, нам бы хватило на лучшую оружие, на лучшую амуницию, на лучшее речевое обеспечения. Я сегодня хочу, користуюсь этим эфиром, я так понимаю, что не перебиваю, слово я больше не отримую, но перебиваться не буду, потому что больше всего присутствует коллег. Хочу, користуюсь эфиром, вернуться персонально до Генерального прокурора Украины, до Керевника Службы безопасности Украины и президента Украины. Не нужно делать выглядеть, чтобы вы не слышали заявку Керевника Державной финансовой инспекции, которого извольнив Арсеній Яценюк, про то, что уряд и премьер очолили в Украине коррупцию. И масштабы этих схем и этого разкрадания складывают 7,6 миллиардов гривен. И чтобы вы знали, дорогие мои, что мы были готовы поднять пенсийный век на 5 лет для мужчин и женщин, чтобы экономить 2-3 миллиарда гривен. Мы подняли тарифы, чтобы экономить несколько миллиардов гривен. А гроши, появляется, есть. И они в кишени урядовцев. Я требую детальної, ретельної перевірки. И не нужно говорить, что в этой стране с усилиями народного депутата, или двоих, или даже журналистов, не можно ничего изменять. Мне удалось на этом неделе взломать хребет мафии, которая на 100 миллиардов гривен каждый год грабовала страну, монополизируя рынок переробки и сбирания вторинной сировины. Укрекоресурсы. Теперь этого монополии нет. И это произошло после той величезной работы, которую я провел со своей командой, через выкривающие эфиры на Народной прокуратуре, на 112 канале, на канале, который собирается закрыть, именно через то, что Каплин там ведет Народную прокуратуру и выкривает злочинцев и коррупционеров. Ну а вот сейчас... Смотрите, пришла информация, неподтвержденная, разумеется, но хочу процитировать. Луценко заявил, лидер вашей фракции, что мы готовы к кадровым перестановкам в Кабмине. Объявлять о них надо, когда они будут утверждены в границах президент-премьер-коалиция. А скажите, господа, уважаемые представители коалиции, ведутся переговоры о каких-то перестановках в Кабмине? Да, несколько недель назад вы предпочитали об этом молчать и объясняли это тем, что нужно дождаться кредитов МВФ, не будоражить воду перед получением таких денег. Деньги уже зашли. Можно говорить, признайтесь, ведутся переговоры о Кабмине или нет? Я думаю, что после такой информации, которую Сергей Ильичев, и мы вчера делали такие заявления, встречались с градиентами, которые уходили в Фининспекцию, мне кажется, что после такой информации в Европе реакция была бы не просто соответствующим органам, а, наверное, общественности, моментально. Если там ведущие политики за то, что они брали кредит, на 2-3% меньше, чем обычно, они уходят в отставку, я думаю, что у нас должна быть, если мы стремимся в Европу, соответствующая реакция. Если в результате данных обстоятельств, ну и в том числе коррупционных скандалов, последуют какие-то кадры изменения в Кабмине, ну, я думаю, что это будет логично. Пока я таких переговоров не слышал. Слушай, давайте наберемся смелости и скажем, если не ведутся, то вести надо. Надо менять премьера и большинство в правительстве. А что это выбирать технократных? А что будет на этом? Там нечего делать политику. Николай, я вот так умею. Ну, целко об этом сказал только что Юрий Витальевич в прямом эфире ТРК Украина выступая. Ивана Амалка, всем украинцам что-то известно или нет? Политики должны заниматься политикой. А руководить министерством должны технари. Ни одного депутата, бывшего или будущего, ни в одном урядовом кресле не должно быть. Там должны быть люди, которые умеют и знают работу. Я хочу сказать, что ни одна свобода, ни одна фракция партии «Свобода» не голосовала за эти законы. Не голосовала и радикальная партия Олега Лешка. Я не голосовал за тот закон, о котором вы спрашивали, уважаемые ведущие. Это первое. Второе. Я знаю, что представителей радикальной партии сегодня в правительстве фактически нет, не считая вице-премьера Ващевского, который по личным причинам не выполняет свои сегодня обязанности. Я считаю, что пришло время брать ответственность настоящим профессионалам и делегировать туда полностью согласен со своим коллегой. Настоящих профессионалов, а не политиков, которые строят свой пиар, свой парьер в будущем. Я бы дозволила себе все-таки зауважить, что большинство министров, которые сегодня работают в кабинете министров, есть властями, есть профессионалами и не есть политиками. И в этом, мы надеемся, есть их сила. И поэтому я не понимаю, что коллеги говорят, когда говорят о том, что нужно взять на решетку фаховцев и технеров. Мне кажется, что это первый второй arrows, где есть минимальная количество политиков. Я тебе сказал, что-то, что-то. Знаете, что, когда премьер-політик, то рано или поздно даже технеров, которые приходят в уряд работать, стоят политиками. Давайте взгадим, что нам обещали... Давайте взгадим, что нам обещали первый подпроект без партийных квот. Это же первая была теза. Уряд без партийных квот. Мы увидели без партийных квот. Наступная теза была, что этот уряд, исключительно профессионалов и так далее, прошло 100 дней и уже только ленивый не говорит, что нужно переформатировать уряд И еще одна теза была, что там не будет ни одного коррупционера, а сейчас мы видим заявы очень серьезных людей, которые занимались безусловно, люди, которые осуществляли фен-инспекцию про зловживание на миллиарды И это нужно делать сегодня не просто заявами, нужно создать, мы инициируем створение тимчасовой следственной комиссии в парламенте по этому вопросу Мы закликаем Генеральную прокуратуру негайно разобраться в этом вопросе и делать конкретные выставки по конкретным людям И действительно такие выставки должны быть публичные, обговоренные и выставки по ним должны быть сделаны негайно Потому что это не простые вещи, это серьезные выставки, я полностью согласен с коллегой Если мы говорим про европейскую политику, то в европейской политике за такие вещи, ну, очень серьезные ответственности Потому что у нас действительно есть министры, профессионалы, есть заступники, министры, действительно большие умнички, которым нужно давать шанс Нужно объективное расследование и виновные должны понести наказание так принцип европейского права О каком расследовании мы говорим, если перед выборами СБУ задерживает публично, об этом говорят все каналы господина Бланка, с огромными торбами наличной гривны. Господин Бланкерс исполняет обязанности руководителя наших железных дорог. Кто-то слышал о развитии этого расследования? У него изъяли при обыске миллионы гривен дома в октябре месяце. О чем мы говорим? Вы знаете, когда говорят о том, как работает коалиция, надо немножко спроецировать то, что мы делаем в парламенте на людей. За эту неделю, кроме тех законов, которые мы только что обсуждали, резонансные законы, касающиеся конфликта на Донбассе, очень мало законов спродуцировал парламент. Но те, что спродуцировали, в основном было несколько законов, которые оппозиционный блок поддерживал. Это закон о предоставлении льготы по налогу на землю для наших заповедников. Это вопрос о предоставлении компенсации сельхозтоваропроизводителям. Это еще ряд законопроектов. Во всех этих законопроектах, где давал голоса оппозиционный блок, фактически эти голоса становились решающими, потому что без наших голосов эти решения не были бы приняты в принципе. И мы говорим, что мы ни на что не напрашиваем. Напрашивать здесь мы не возьмем. Одну секундочку, ребят, мы работаем в отличие от вас не для коалиции, а работаем для своих избирателей, для народа Украины. Для кармана. Я говорю о том, что коалиция в 300 с чем-то голосов это абсолютная фикция. Мы только говорим о том, что есть коалиция в 300 голосов. По каким вопросам, которые не были супер резонансными, из-за которых давил президент и премьер, было 300 голосов. В основном это сиюминутные вещи. Мы опять же дали голоса и по закону о хозяйственных обществах, по Украинске и так далее. То есть фактически в парламенте коалиция работает очень-очень своеобразно. И об этом надо честно говорить людям. И самое главное, что эта коалиция дает людям. Это демократическая коалиция, у которой есть... Которая не работает, которая не работает. Дайте, что вы же не перебивали меня. Простите, демократическая коалиция. Простите, у нас входит в гости телевизионного масштаба. Извините. Одну секундочку. Очень демократично. Господа хорошие, мы обязательно вернемся и к теме коалиции, и к теме примитых законов, и к другим темам, которые рассчитываем сегодня обсудить. Но есть еще одна тема, которая, можно сказать, в полный рост напомнила о себе на минувшей неделе. В том числе из-за того, что сегодня, опять-таки, поднялся крик, пришел в российских средствах массовой информации, что вот появившееся накануне сообщение о том, что имеется доказательство того, что малайский самолет, минувшим летом, Боинг малайский, был сбит российской ракетой БУК, не соответствует действительности, и с опровержением выступило по этому поводу правительственное агентство Нидерландов, которое занимается безопасностью на транспорте. Но выяснилось, дотошные журналисты выяснили, что никаких опровержений в действительности не было. И сейчас к нам подключается российский журналист Сергей Пархоменко, который на этой неделе опубликовал подробное расследование, опубликовал на сайте «Медуза». Это бывшая лента «Ру», которая, можно сказать, эмигрировала в Ригу, и сейчас там, в зоне свободной от российской цензуры, делает свое журналистское дело. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, вот в чем смысл, если коротко, это очень большой материал, вот, если можете коротко сказать, к чему вы пришли? Ну, вы знаете, на самом деле в этом расследовании не так много нового, я должен признать. И моя задача главным образом заключалась в том, чтобы просто очень методично, подробно, последовательно, шаг за шагом объяснить российскому читателю некоторые вещи, которые, в общем, в мире уже более-менее известны и довольно интенсивно обсуждаются. Речь идет о том, что существует фотосъемка, сделанная жителем города Тореза, который там больше не живет в этом городе, он уехал на территорию, которая контролируется украинским правительством. Она была сделана в момент запуска этого бука. Эти фотографии, на самом деле, в сети известны, и довольно много уже их анализировали, и к ним было масса претензий, что вот там на них какие-то пятна, какой-то виден фотошоп, и вообще-то это неправда. Погода какая-то там неправильная. В общем, короче говоря, я связался с этим человеком, это оказалось возможным. Он прислал мне оригиналы этих фотографий. Там все абсолютно в полном порядке. Нет там никакого фотошопа, и погода там совершенно соответствует тому моменту, который был в момент этого запуска. И очень ясно виден след от запущенного бука. Но главное, что по некоторым ориентирам, которые есть на этой съемке, можно попытаться реконструировать точное место, откуда этот бук был запущен. Что я, собственно, и попытался сделать. Опознать кое-какие такие заметные элементы пейзажа, опознать их по спутниковым съемкам в Google Maps и на... Есть такая программа Google Earth. Так вот, я попал на некоторую конкретную точку, которая, мне кажется, очень подозрительная. Как мне кажется, на ней есть следы, такое обожженное пятно от запуска ракеты. И это не то место, на которое указывали предыдущие расследователи. Есть, например, известный голландский телеканал RTL, вот прославившийся, собственно, вчера очередным своим расследованием с этими поражающими элементами. Он тоже изучал эти фотографии и тоже указал на некую точку. Есть английская, очень хорошая, очень сильная разведывательная, на самом деле, расследовательская группа, которая называется Беллинкад, которая исследовала те же самые фотографии. Она указала на другую точку. Да, точку другую. Но только расстояние между этими точками 200 метров. Когда речь идет о дистанциях, там, 20, 30, 35 километров, а в результате всех наших этих реконструкций мы попадаем фактически на один пятачок. Вот они говорят, поле слева от дороги, а я говорю, поле справа от дороги. И между этими двумя полями 200 метров. Знаете, я, что называется, согласен на оба этих поля. Только я хотел бы, чтобы, наконец, уже оттуда кто-то взял на анализ материалы, взял бы почву, какую-то остатки растительности и так далее. Потому что это спрятать невозможно. Но вот сегодня как раз появилась информация о том, что вроде бы представители голландской комиссии, которая ведет расследование этого инцидента, этой трагедии, приехали опять в Украину и вроде бы их допустят на этот раз туда, в тот самый район. Это на самом деле очень важно. Вот сейчас, собственно, все и выяснится. Потому что если кто-то попытается их не пустить на эту точку, или если кто-то попытается на этом маленьком пятачке, куда сходятся все следы, потому что есть еще ведь съемка этого самого бука, который там ездил туда-сюда по этой дороге, ровно между этими двумя полями. Так вот, если кто-то их туда не пустит, или попытается как-то это замаскировать, там что-нибудь срыть, какой-нибудь слой почвы, сжечь там какую-нибудь особенно ядовитую гадость для того, чтобы запутать следы. Вот тут-то все и станет понятно. Вот сейчас наступает какой-то очень важный, ключевой момент в этом расследовании. Ну а вы сами как думаете, вот голландцы докопаются до истины? Да я абсолютно убежден, что докопаются. Да и в общем, ну я-то думаю, что уже докопались. Просто они как бы собирают, концентрируют разные аргументы для этого расследования, для того, чтобы, ну, как-то разговоры бы все-таки сразу прекратились. Потому что понятно же, что основным оружием российской пропаганды в этой ситуации является знаменитая фраза «ну и что?». Ну да, ну взорвали, ну и что? Ну вот сегодня появился новый мотив. Ну бук, да, ну и что? Надо же еще теперь узнать, чей это бук, какой это бук. Старый бук, новый бук, такой модификации, сякой модификации. Что-то уже нет никаких разговоров ни про какие самолеты, ни про какие ракеты «воздух-воздух», ни про каких удивительных пилотов, которые почему-то дают какие-то свои странные показания. Нет, все это забыли. Мы теперь знаем, что был бук. Только теперь какой бук? Мы будем спорить про это. Ну вот для того, чтобы это прекратить, видимо, вот эта вот совместная комиссия, кстати, она не только голландская, там и австралийцы, и малазийцы, и кого там только нет в этой комиссии. Кстати, и украинские, как я понимаю, тоже есть участники. Так вот, в этой смешанной комиссии, видимо, готовят, ну уже такое какое-то железобетонное заключение по всем этим делам, для того, чтобы на этом разговоре все прекратились. Но, по-моему, все и так уже совершенно очевидно. Есть и съемки запуска, есть и поражающие элементы, есть и результаты осмотра черных ящиков, которые свидетельствуют о том, что жизнь пилотов прекратилась абсолютно мгновенно, они даже не успели вскрикнуть. Это может быть только в той ситуации, когда попадает прямо в переднюю часть самолета ракета, которую они не видят самолета, они бы увидели, если бы их кто-то преследовал, они могли бы сказать об этом, нет об этом ни слова, ну и так далее, и так далее. Все очень понятно. Сергей, большое вам спасибо, я напомню, на связи с нами был российский журналист Сергей Пархоменко, который на этой неделе опубликовал свой подробный обстоятельный материал по поводу всех тех реальных фактов, которые известны на сегодняшний день, о катастрофе Боинга и о том, как ведется расследование. Спасибо, возвращаемся в студию. Вместе с чем мы вернемся к разговору, у нас есть неприятная теперь новость из Запорожья. Нас глушат уже и в этом городе. Напомню, буквально полчаса назад нам позвонили из Днепропетровской области, сказали, что в некоторых районах области нас сейчас не видят, не видят нас сейчас и в городе Запорожье, к сожалению. И мне тоже только что написали о том, что в центре Киева так же невозможно посмотреть. А вот у меня вопрос к нашему МИДовцу Дмитрию. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если подтвердится, что все-таки это был российский пуск, как это повлияет на отношение Европы и Соединенных Штатов к вопросу о санкциях? Потому что вот сейчас, смотрите, история с малайским Боингом немножечко забылась, и уже во многих странах раздались голоса, мол, давайте санкции не продлевать, а давайте санкции ослабим. И был такой момент волнующий, я бы сказал, вот на этой неделе, перед встречей в Верхах, которая была в Брюсселе, где собрались главы государства и правительства. А вдруг сейчас какая-нибудь одна особенно настырная европейская страна, вроде Греции или Кипра, разрушит европейский консенсус по поводу санкций? Первая часть по БУКу, точнее, малайзийскому Боингу. В принципе, количество доказательств того, что это был БУК, что он был российский, она уже достатная. И, в принципе, нет, на заходе нет сомнений, что до того, кто стоит за этой трагедией. То, что делает Пархоменко, он делает для российской аудитории, пытается переломить вот это вот убертое общественное мнение, там 86%. А для российской аудитории, я думаю, что даже наиболее железобетонные аргументы не имеют никакого значения. Если завтра выйдет оператор БУКа и чистосердечно в усьом зизнается на первом канале в прямом эфире, в российском первом канале, это не матим никакого значения для 86%. Я погоджусь и скажу, что это агент правого сектора. Поэтому мы понимаем, что российская технология в таких случаях очень проста. Да, постоянное вкидание в информационный простор різноманитных версий того, что произошло. В последнем мы это увидели на прикладе убийства Гориса Немцова. Да. Тому я бы... Они же его раскрыли. Ну, в плане... Уже 25 версий того, как он его раскрыл. Я прошу прощения. Вот перебью вас, Дмитрий. Вот сидящий рядом со мной Матвей Гонопольский, который у нас здесь в Киеве работает, как ведущий радиовести, я хочу воспользоваться этой возможностью. У Матвея есть. Поздравить вас, дорогой Матвей Юрьевич, с тем, что радиостанции исполнился год. И за этот год радиовести стали, можно сказать, первой радиостанции в своем роде, лидером. В своем роде? Да, киевского радиоэфира. Но вы, сударь, сказали, что... Вы не согласны с тем, что Пархоменко делает это для российской аудитории. Нет, ну, про Пархоменко надо сказать два слова всем присутствующим, потому что это совершенно удивительный человек, аналогии которому трудно найти. Три его проекта... Еще раз надо понять. Это обыкновенный журналист, издатель частично. И вдруг этот человек делает три проекта, которые сшибают, ну, я не знаю, мозги. Значит, первый проект Диссернет. Я думаю, очень многие знают, что это такое. Компьютеризированная система. Хорошо бы ее привезти сюда, в Украину. Срочно ее сюда надо. Срочно. И все диссертации, значит, великих людей, которые кандидаты, доктора, нажатие на кнопку, и ты видишь, у кого украдено. Такие красные квадратики. Вторая история, которую он сделал, это большая публикация по поводу того, как был убит Немцов. Но вот третья история, вот первая и третья, имеет прямое отношение. Я обращаюсь. Ну, у нас-то силы нет там на радио Вести этим заниматься. Но хорошо бы, вот, кстати, вы свободовец, да? Вот здорово, например, если бы ваша, ну, партия или там общественные организации, которые связаны с вами, сделали это. Что он сделал? Эта акция называется «Последний адрес». Что мы видим? На доме табличка медная с дыркой вместо фотографии. Вот пустое место. И простая надпись. В этом доме жил, например, инженер, вот просто там, или дворник, не имеет значения кто, Петров Николай Иванович. Представим себе там Петренко Микола Иванович. Арестован такого-то числа, репрессирован, расстрелян такого-то числа, ну, вы знаете, 30-е годы, там, 37-38, реабилитирован в таком-то году. И вот в Москве, вы даже не представляете себе, это не просто наглядная агитация. Вы не понимаете сначала, что это такое. Естественно, пустые дыры, ну, представьте себе. А потом пробирает. Стена, и на ней штук 8 таких историй. Все, что он сделал, это он пошел в архивы, взял эти бумаги и сделал это. Естественно, без помощи господина Собянина, мэра Москвы, вы понимаете, да? Но просто возразить, сказать, а не делай этого, значит, ну, как-то нельзя даже при Путине. И вот город стал обрастать, Москва стала обрастать этими страшными табличками, которые просто вводят в трепет. Ты видишь, и вроде ничего в них нет вызывающего. Но вот если мы говорим о волне антисталинизма, то, на мой взгляд, может быть, это не столько... Там памятник Ленина прибежали, и памятник Ленина, действительно, Ленин, это, ну, сосредоточие какого-то зла. А уж если бы ставил памятник Сталина, я бы лично пошел и там этот памятник удушил или свалил его. Но... Меня с собой возьмите, пожалуйста. Но именно эта акция... У нас их, по-моему, не осталось. Просто идет разговор о том, что для Украины очень важен вопрос десталинизации, понимаете, в широком смысле. Это десталинизация и одновременно десоветизация. Вот мне кажется, вот такие удивительные приключения, которые на свою голову делает при недовольстве власти Сергей Пархоненко, практически в одиночку. Мне кажется, в Украине это бы пошло на ура, потому что сложности в этом... И не только в Киеве. ...не представляет. Я не знаю, можно ли вернуться к теме обсуждений. Да ради бога, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хотел бы вам предложить чисто по-журналистски, я не политик, предложить обсудить вот какую историю. Она, может, вам покажется возмутительной в каком-то смысле, потому что для многих стоять на радикальных позициях – это, собственно, политическая платформа. Вот смотрите, история началась с того, что я однажды приехал в Армению, меня пригласили на семинар, который назывался «Выходы из пути армяно-арзавальджанского конфликта». Когда, значит, вставали армяне и говорили «Смерть! Смерть им! Смерть!» Потом встали мы из Москвы и сказали «А вот кроме слова «смерть, война, во что это есть», тогда встал человек такой пожилой, который сказал «Гонопольский, смотри, видишь, у меня здесь ранение и здесь ранение, это меня азербайджанцы ранили, а ты говоришь о мире? Да я тебя своими руками!» А я тогда встал и сказал «Но ведь у вас же конференция называется «Пути урегулирования», значит, что я хочу сказать? Вот смотрите, у нас была война страшная, каждый день убивали по 30-40 человек. Что говорили элиты? Элиты говорили «Будем бороться до конца», ну, понятно, да? Потому что вот тот, кто скажет, что не будем бороться до конца, тому и смерть. И вдруг появилась идея минских договоренностей, и минские договоренности разделили воюющие стороны, и сейчас, ну, в три дня один человек, ранение и так далее, да? А вот теперь самое страшное, что я хочу сказать, и вы будете возмущены и прочее, прочее. Вот смотрите, все сделано, Запад сделал все. Ну что, ну, прийти еще сказать «Дай еще санкции», «Дай еще денег», «Дай» лгут те, которые говорят, что санкции будут усиливаться, они будут ослабевать. Почему? Потому что все более и более, мои коллеги на Западе говорят, а что для миротворчества сделали вы? И тогда начинаем думать, а что же должна сделать Украина для мирного процесса? Внимание! Да, можно публично сказать «Мы не признаем», и понятно, никто не собирается признавать, да? Но заметим, переговоры и минские соглашения развели воюющие стороны, и теперь не гибнут люди. Теперь я Крым не хочу брать, но хочу вам предложить такую модель. Вот ДНР, ЛНР, вот эти пресловутые, да? Первый вариант. Украина с ними не разговаривает и ждет, чтобы... вопрос. Чтобы что? Совершенно верно. Чтобы... Нет, подождите. Сейчас. Это только один вариант. Подождите. Значит, что? Чтобы, например, задушили Россию санкциями. Вы знаете, Владимир Владимирович плевал на эти санкции, он угробит народ, но ничего не будет. Матвей, извините, а продолжите вы во второй части нашей программы. Да, я просто... Я хочу предложить... Мы должны выйти на перерыв, на перерыв, на перерыв, и я хочу дарить, что во второй части программы нам по телефону присоединиться сотрудник СБУ Маркиан Лубкиевский, у которого у нас есть очень много вопросов. Мы ждем включения с Маркианом Лубкиевским, советником главы СБУ, но все это будет во второй части программы. Спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем. Программу подробности... Простите, оговорка по Фрейду. Программа «Черное зеркало». Почему я сказал подробности? Потому что... Вот сейчас пришло СМС-сообщение. Конкретный человек, Елена Глушко, город Орджоникидзе Днепропетровской области, посылает свой телефон и имейл, чтобы у нее можно было перепроверить. Он пишет, как и в прошедшую пятницу прерывается сигнал «Интера», началось с середины подробностей. Опять атака. К нам Лубкиевский включится, не включится, непонятно. Давайте спросим у нашей режиссерской группы. Мы дозваниваемся, да, господин? Насколько... А, ситуация следующая. Минут через 20 он пообещал, что поговорить с нами. Ну, через 20 будем ждать включения господина Лубкиевского. Он на неком совещании. Произошла небольшая, там, я бы даже не смена состава практически. Никто нас, по-моему, и не покинул из участников передачи. Так только пересели. А вот и кое-кто к нам прибавился. Так вот, значит, я вернусь к тому, что начал говорить Матвей Годопольский. Я хочу задавать вопрос. И сейчас я позволю себе... Если коротко только. Коротко, то коротко. Значит, смотрите. Есть очень мощный дискусс в украинской политике. Никаких переговоров, там, санкций и прочее, прочее. Мы так гордые и так далее. Это все абсолютно правильно, потому что агрессор рядом. Ну, все, это все за скобками. Но нет дискусса, что делать дальше. И вот я, поскольку пользуюсь тем, что я журналист, а не политик, хочу... Да, реально провокационный вопрос задать всем присутствующим и там присутствующим. Значит, смотрите. Точно такая же позиция, ни шагу к переговору, была перед Минскими соглашениями. Но этим как-то переболели, да? Результат, мы видим, не гибнут украинские граждане. Гибнут, но в меньшее. Ну, гибнут в меньшее. Ну, вот реально я вел эфир. За три дня один человек погиб, и его жалко, я понимаю. Но мы видим, что переговоры лучше не переговоров, скажем так. И вот с этим я хочу вас спросить. Не пересидела ли Украина, и не занимает ли она слишком жесткую позицию, ожидая следующего, что какая-то неведомая сила уберет Плотницкого и этих, значит, вот этих вот там фамилий, вы их знаете, что появятся откуда-то сверху проукраинские, которые будут говорить Киеву «да-да-да-да-да-да-да-да», и в результате все стерпится, слюбится. На самом деле, мне кажется, что как-то все будет сложнее. Поэтому вопрос ко всем к вам. Мне лично очень интересно. А не надо ли... Ох, страшную вещь я сейчас говорю, только не ругайте меня сильно, имею право как журналист спросить. А не пора ли сделать «Минск-3»? Только уже не на уровне «Москва», там, вот это вот, значит, нормандский формат, и так далее, и так далее. А «Минск-3», пусть название такое будет, «Это любые люди со стороны ДНР, ЛНР, сразу говорю, так называемых, с которыми оговаривается дальнейшая жизнь этих регионов». Ох, что сейчас начнется. И вот тут я хочу самое главное сказать, почему мне интересен этот вопрос. Мне кажется, что если подождать еще некоторое время, а время будет длинным, как мне кажется, да, пока Украина там, так сказать, это самое, а потом Украину будут заставлять, чтобы она не воевала. Мне кажется, что там появятся свои элиты, которые забудут об Украине и не захотят уже с Украиной иметь дело. Так вот, формулирую вопрос, нужен ли «Минск-3» относительно оси Киев и Донецк-Луганск? Дозвольте я дипломатично скажу, пока не выбухнув зал. Я бы дипломатично скажу. Я дуже с повагой ставлюся до пана Матвія и шаную радиовести. Но вы озвучили сейчас фактически то, чего очень хотела Россия напереду, «Минск-2». Она сказала, не потребен «Минск-2», давайте сядемо все разом, ревнесенько за стил. И в принципе, как бы мы сказали, мы готовы. Без Москвы, без Москвы, я не имею в виду без Москвы. Только вы... Я задал вопрос. Можете обвинять меня, что я кремлевский евгений? Нет, я вас не обвинюваю. Журналист имеет право задать вопрос. Вы профессиональные журналисты, я абсолютно хочу подтвердить это. Но это именно то, чего они хотят. Они хотят, чтобы мы сидели с ними за одним столом и принимали их как ревноценных партнеров. А логика «Минск-2» как раз поляга в том, чтобы создать эти самые условия, в соответствии с стандартом ОБСЕ, чтобы провести нормальные цивилизованные выборы, в которых не злочинцы брать могут участь, а как раз люди, которые реально могут взять ответственность за подии в своем роде. Высказать желаю все. Я просто прошу, давайте это превратим в блиц-ответ. Я добавлю, Мадея Юрьевича, буквально одну вводную по экономике. Только не вместе, по одному. Буквально вводная по экономике и ваше слово. Пока здесь действительно не произошел взрыв. А есть то, что мы вернуть не можем, это жизни и время. Так вот, что касается времени. Мы сейчас действительно занимаем достаточно жесткую позицию по поводу перемирия, но мы почему-то не слышим обратный голос диалога не только с ДНР и ЛНР. Здесь вопрос каждого. Но мы не слышим еще диалог с Запада, где интеллектуалы, которые также собираются на эфирах и дискуссиях, которые пишут колонки и заметки, которые предоставляют доклады первым лицам государства, говорят, что пока мы давим на Россию, собственно, санкциями, а российская экономика безумно связана не только с украинской, но в первую очередь с европейской, европейские страны, такие как Латвия, Литва, Болгария, страны намного беднее, чем Германия, чувствуют не то, что колоссальное давление. И здесь уже начинается первый такой вот треск. И здесь ли Украина успеет занять позицию переговорщика мирного до того, как треснет Европа в этом вопросе? Или мы окажемся опять со стороны, когда Европа будет решать за нас? Ваш. Как представитель Донецка. Да, от ДНР, ЛНР и диалог на уровне власти-власти, Минск. Мы должны с людьми разговаривать, которые там живут. Просто разговаривать с людьми и рассказывать им про то, что такое Украина. Вот это вот дело. Вот смотрите, здесь идет замечательный журналист из Луганска, Максим Бутенко, который... Но я могу сказать, что это действительно представитель луганской элиты, новой, я не знаю, как вы там выразились, но новая элита там, которая может сформироваться. Вот представитель, у которого душа болит за этот регион. Вот имеет он возможность сейчас избраться и быть депутатом Луганского параметра. Ну хорошо, дайте представителю луганской элиты микрофон. Избранному. Да. Уже избранному. Еще не избранному. Я просто не могу плохое что-то сказать. Расскажу историю одну. Приехал мой друг недавно. Он хороший человек. У него порой украинская позиция. Ему нужно было приехать в Киев. И он собирается уезжать. Смотри, у него тюк целый тящит, тащит с собой. Что такое-то? А он мне рассказывает. Да ты понимаешь, дефицит всего. Набрал декарств, позмал гон, набрал мыло, набрал какое-то. И он везет туда. Вот этот человек, который очень хорошо настроен к Украине. И они живут уже, находятся на такой какой-то стадии. И он живет не в Луганске, а вот в маленьком небольшом городке. Те, кто в Луганске, в Донецке, у них еще более-менее положение материальное. Те, кто вообще в таких маленьких небольших городках, они уже где-то близко на грани. И вот есть это понимание у многих. И даже, может быть, вы видели недавно, один из каких-то командиров сказал о том, что мы захватим Мариуполь, но потом будет точно так же страдать, как и все остальные. У них даже есть уже это понимание. То есть, есть уже какой-то уровень, с которым мы можем работать. Вот я поддерживаю, но, может быть, не в такой категорической форме о том, чтобы они были субъектами переговоров, эти люди. Ну, и поддерживаю Алексея о том, что у нас нет работы с этими людьми, и мы могли бы вычленить какие-то действительно здравые люди. Максим, а вот вы говорите, просто по ходу у меня возник вопрос. Раз уж вы заговорили о реальном положении там, вы в силу личных причин в том числе знаете, это хорошо. Соответствуют ли действительности тут-то там появляющиеся разговоры, что зафиксированы факты голодных смертей? Ну, вы знаете, несколько раз мне рассказывали, вот если у тебя получится приехать туда, я тебя отвезу на кладбище городские, и ты увидишь, какая большая разница, сколько людей умирает. Конечно, это больше преклонный возраст, но и количество их очень тяжело вычленить. Но те, кто люди живут там, они зрительно наблюдают и констатируют. То есть, действительно, вот реально там увеличилось огромное количество смертей. На фоне, мало того, что жертвы, мало того, что Дебальцева, мне рассказывали в моем большом городке, в небольшом совсем городке, по 100 человек буквально привозили из ополчения. То есть, и говорили по несколько сотам, ну, разные-разные цифры. И действительно, вот из-за тяжелого материального положения, многие люди не могут себя покормить, потому что они там нет пенсии, они там по три дня выбивают эти тысячу гривен. Почему они соглашаются брать эти деньги от ЛНР, ДНР? Да потому что у них нет других больше возможностей. Потому что не все могут выехать в Украину, потому что есть какие-то преграды. Нет, вот в чем наша проблема? Если бы у нас была эта система с самого начала, мы бы вырастили, мы бы каким-то образом подпитывали конструктивную оппозицию Плотницкому и Захарченко. И таким образом, ну, я понимаю, что у нас есть политические, объективные причины, но тем не менее. Нет, там нет возможности. Проблема не в том, что мы не выращиваем эту оппозицию. А какая там оппозиция возможна? Но тем не менее, у нас очень много людей, которые родственники, остались там, да, и все же по телефону общаются. А что вы назвали, такое существовало в грузино-абхазском конфликте, называется народная дипломатия. Помимо этого, каждый четверг в течение 20 лет почти проходили так называемые чубурхинские встречи. Когда вот эти люди с абхазской стороны приезжали, полевые командиры какие-то с грузинской, они садились, разговаривали. И в принципе, это результат дало нулевой. Потому что такие вещи, вот народная дипломатия вообще по конфликтологии, должна происходить после того, как конфликт получил или политическое решение, или совсем глубокую заморозку. То есть, мы можем теоретически об этом рассуждать, это правильные вещи, но практически это не работает. Это показал не один... В Южной Осетии точно такие же вещи делались, да? Тем более, вы хорошо знаете, да, там, архитектонику конфликтов в Грузии. Вы с ней знакомы, не понаслышали. Так вот, проблема в том, что это правильные вещи, но не на этом этапе. На этом этапе надо добиться политическому урегулированию. Добавлю стихонду, добавлю. Знаете, что это... Мы не считаем, что это... Знаете, что это... Знаете, что это... Это ищет американский дипломат. Ровно стихонду. Ровно стихонду. Давайте, мы все заговариваем общими фразами. Вот если, давайте коротко, если вот сейчас на русском скажу, потом перейду на украинский язык. Если вот убрать включения, которые были у нас вашего коллеги-журналиста, то можно провести вот таким образом. Евгений начал передачу с того, будут ли выборы, надо ли проводить выборы в оккупированных территориях или не надо. А мы пришли к тому, что выборы не знаем, надо ли надо проводить, потому что, наверное, премьер-министр украл деньги на танк. Вот примерно вот это вот все так выглядит. То есть, я к чему хочу сказать? Давайте ответим на два важных вопроса. То есть, в этих всех составляющих, которые мы обсудили, безусловно, очень много важных вещей. Ну, но нужно визначити, какие из них приоритетные. Если мы движемся до Европы, то вся Европа живет основной ценностью. Ценность, суверенность, ценность, мови нема, ценность, инши складовые какие-то там, ценность. Но найвищая ценность – это життя людини. И с этого нужно начать. И эти люди, которые на сегодняшний день представляются владой, они должны все сделать, чтобы это на высшей ценность была сбережена будь-якими шляхами. Переговорами, не переговорами. Гручными, не зручными. Те, про что вы сказали, я, извините, из провинциальной точки зрения, возможно, мои думки будут не совсем корректны для существующих политических течений. Но это, про что вы сказали, напоминает мне, почему Украина живет постоянно плохо. Потому что влада боится непопулярных решений. Что скажут, если мы пойдемо говорить сепаратистами? Что скажут, если мы не поднимемо пенсию на 20 гривен, а пояснимо, что эти деньги нужно аккумулятие до экономического взросления? И так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу вас сейчас, посередине двух вещей, подумать, как выходить из ситуации, а не только в секретаре. И тут бы я пропоновал бы враховать две важные вещи. Первое. Давайте говорить объективно. Нам нужно с вами развивать региони, в которые мы вперлися в так называемый нынешний кордон с оккупированными территориями. Потому что если мы не будем развивать этих территорий, то и с соседей в территории, то там такие самые настроения будут пановать через ближний период. Что мы, конкретно представники Можливого Украины? А как вы хотите развивать эти территории? Я вам сейчас расскажу. Берите, будь ласка, плитку, берите, будь ласка, асфальт, едьте в окно, робите дороги, робите тротуары, будьте садочки, будьте школы. Их обстреляют послезавтра. Почекайте. Послезавтра они обстреляют. Вот сделали, их обстреляли. Дальше что? Дослухайте, будь ласка. Нет, понимаете, вы слишком теоретик, вы не видели этого. Поверьте мне, я как раз и практик. Потому что я это буду сегодня. То есть вы в зонах конфликта строили дороги? Ну, но я все-таки Владимир, это в верной зоне. Не против, но я еще раз говорю, это нужно делать. Потому что все, что делать, ведь завтра устреляют. Для начала надо урегулировать конфликт каким-нибудь путем. И только потом что-то делать. Второе, очень важно, на что нынешняя власть не хочет обращать внимание. По-перше, я понимаю украинскую мову, я умею разговаривать. И нужно, чтобы обратила внимание, слава богу. Ну, потому что у нас все... Он же... 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 Это террористы, это террористы. Абсолютно. Но они просят ряд вещей, при которых мы с паном Каплевым... Я просто выучаюсь, что в первой частини передачи не смог вырвать слово, потому что, видимо, в местном собрадовании не передбачили микрофон. У нас не хватает микрофона. Но мы говорили про так называемую децентрализацию, которую, даже самая ленива партия, эти слова повторюсь, не козряла под час выборчого процесса. Так, в вимогах... Не перебивайте, з чьей повагою. В вимогах... Так, сепаратистов, в том числі... Я порушу регламент, но не можно. Вимогах сепаратистов... Есть обычные вещи. Они хотят, как и любое местное собрадование хочет, я тоже хочу принимать участие в призначении милиции и прокуратуры. И этого они хотят. Я тоже хочу... Почекайте. И этого нет. Почекайте. Послушайте, потому что мы переводим все в политическую площадку. Для того, чтобы у нас таких вещей не возникало... Это не мы, они переводят в политическую... Да, в микрофон только говорили. Для того, чтобы таких вещей не возникало... Владимир Владимирович, уже пора подытожить вас в бурное доступление. Для того, чтобы таких вещей не возникало, мы обязаны на сегодняшний день всю повноту влади и ответственность, с повноважениями, передать на место. То есть мы сможем много кого-то с чего спросить. Правильно. Правильно. А вот что я не могу... Сейчас, Грунтинец отправил его отжарю. Грунтинец отправил его отжарю во время войны. Еще одно дело, чтобы окончательно... ...загрутить... ...загрутить... ...слушайте. Москва... Послушайте. Послушайте, послушайте. Нет, ну... Секундочку, а потом Андрей. Продолжи. Слушайте. Москва, американский дипломат. Продаю. Ну... А что так? Ну, такой, ну, как полагается. Вот такой вот костюм 78-го размера. Теф? По-русски вот так говорит. Это Теф-то похоже. Нет, нет, ребята, никакой Теф. Перестаньте. Совершенно другой человек, работающий в частной структуре. Я ему задаю вопрос. Слушайте. Ну, вы же понимаете, что ни один политик Украины не сядет за переговоры с Плотницким и Захарченко. Потому что они войдут в политический процесс. Он говорит. И это будет их финал. Я говорю, почему? И вдруг он мне говорит следующую фразу. Слушайте. Вы начинаете с ними переговоры. После этого они становятся частью политического процесса. Вы проводите выборы, в которых они участвуют. И они даже побеждают. Нет проблем. Я говорю, а дальше? Слушайте, что он говорит дальше. А дальше Украина делает там мощную партию. И через год ни Плотницкого, ни Захарченко, нет, а есть совершенно другие люди. И партия, ну, украинская. Партия, несущая украинские интересы. Которая там выметит все. То есть, если сконцентрировать то, что он сказал, он сказал такую фразу. Он сказал, что мы делаем так. Давайте у наших политиков спросим, как это такое рецепт. Давайте спросим, что это идеологический взгляд. Давайте будем реалистами. Я за реализм. Я за реализм. Я понимаю, вот, понимаете, про что мы сейчас говорим? Про местное самовередование. Ну, это важная тема, безусловно, для всей Украины. Но вы что, мы имеем какие-то иллюзии, что мы, если мы сделаем найкращую децентрализацию местного самовередования, десятки тысяч российской регулярной армии развернутся и после этого пойдут из Донбасса, или что? Ну, про что мы говорим? Да, послушайте, ну, шановный друже, что вы вообще говорите? В Криму Путин уже целый фильм сняв про то, как он забирал Крим. Там тоже через недостатность местного самовередования это было. Да, потому что 23 лет там Украины никакой не было в Криму, никто не занимался украинизацией в Криму. И поэтому там такая ситуация. Никто не работал с украинцами там, никто нормально не работал с кримскими татарами, и поэтому мы втратили Крим. 23 лет этого никто не делал. Те самое, Крим, до речи, був единственный автономный регион в Украине, вот он первый и пошел. Если мы возьмем Донбасс, то ситуация на Донбассе, вот то, что говорит пан Ганапольский, это все не имеет до нашей ситуации отношения с одной простой причиной. Потому что против нас Россия, а не так званые ЛНР и ДНР. Это не бунт каких-то отдельных регионов за какие-то права. Это российская окупация. И поэтому, даже их завдание пропагандистское, дипломатическое, политическое, втягнуть нас в их систему координат, когда в Украине гражданская война, как они говорят, и что нам нужно говорить, значит, там, с какими-то там местными, ихними цими, неизвестно, взялими террористами, которых они меняют там пару месяцев, там новие з'являются. На самом деле, нужно четко понимать, что если бы украинская армия, героическая украинская армия не обороняла каждый метр украинской земли, сегодня они бы уже были не в Дебальцево и в Донецку, а сегодня они бы уже были на много сотни километров заходнее. И на самом деле, мы все прекрасно понимаем, что ничего не остановится, просто потому, что мы кому-то там пообещаем какие-то выборы, или больше прав, или еще чего-то. Потому что Россия с самого начала ставила себе мету знищения украинской государственности, которую она будет выполнять различными шляхами. Можливо, шляхом змушения Украины до капитуляции, возможно, шляхом тут створения какой-то, знаете, аналога режима ВИШИ, как было в Франции в Другой войне, и будут ультиматум ставить, призначитесь, там, я не знаю, какого-то Медведчука премьер-міністром, отдайте пів Украины в полную там федерализацию и так далее. Вот это бред, но это то, что реально Россия хочет сделать с Украины. И поэтому наши пропозиции... Послушай, ну, ваши пропозиции мы уже почули. Пропозиция, пропозиция, пропозиция очень простая. Есть лишь два шляхи, с укрой агрессии. Это всеми силами посильствовать нашу обороноздательность, в том числе, чтобы действительно в Украине прекратилась коррупция. Это тоже один из элементов обороноздательности. И другая пропозиция, это объяснивать Европе, если там еще не все понимали, что это их тоже относится. И если они будут снимать санкции или не посильствовать санкции, то Путин после Украины пойдет дальше. Будет Польша, будет Прибалтика, будет восстановление всего того, что было еще 30 лет тому, когда радянские войска стояли на Эльбе. Если они этого не понимают, значит, они это получают. Хай учат историю, хай памятают историю. Если они не понимают историю, то мы не понимаем. Польшевики в 17-18 году заходили в Украину точно так же. Они створили марионетковый уряд в Харкове. Сказали, что они не воюют с Украиной. А это в Украине украинский пролетарский уряд воюет с Украинской буржуазной центральной радой. И тоже рассказывали, что война закончится, если там кому-то больше прав дать. Но мы должны понимать, что против нас вечно исторический ворог. И мы просто смущены або выстоять в всей борьбе, або, ну, я уверен, что выстоять, мы и переможем. Слава Украине! Мы вернемся к этому разговору, но, простите, там есть такая вещь, как телевоз, с которым у нас сейчас вот на связи наш корреспондент Роман Бачкала. И я объясню, почему я попросил его сегодня принять участие в нашей программе. Дело в том, что мы сегодня уже вспоминали на минувшей неделе, было 18 марта, печальная дата, дата аннексии Крыма. И я думаю, что, может быть, мы еще об этом сегодня вспомним и поговорим. Но, вот что делает сейчас коллега Роман? Он сейчас как раз работает над документальным фильмом, который мы покажем, я надеюсь, или, может быть, часть этого фильма, или целиком, до конца не ясно, но это будет в воскресенье, наверное, в рамках подробности недели, фильм о том, что там на самом деле происходило. Российскую версию мы тут многие посмотрели, которую пропагандистское кино на два с лишним часа, где солировал президент Путин, показали по каналу «Россия-1». А вот Роман, насколько я знаю, снимает фильм, и главные герои его, те украинские военные, которые не остались там в Крыму, не перешли на сторону российской армии, не ушли в отставку, а ушли в континентальную Украину. Так, Роман? Вам слово. Именно так, Евгений, добрый вечер. Добрый вечер вам, добрый вечер уважаемым гостям, телезрителям. Слышу, у вас там жаркие дебаты, в том числе и по поводу Крыма. Действительно, сейчас наша съемочная группа готовит материал о тех событиях, годичной давности. Ну, я бы не стал его сравнивать с тем российским документальным фильмом, который вышел на этой неделе на канале «Россия». Мы, к сожалению, в процессе съемок, где мы только не были, но именно в самом Крыму, в отличие от российских журналистов, нам так и не удалось побывать. Да и вообще, я думаю, что тот фильм российский, о котором вы говорили, это даже не столько фильм об аннексии, это скорее фильм о самом Путине, о герое, который вернул, так сказать, в кавычках Крым в состав России. И наш фильм действительно немного о другом, о тех людях, о тех героях, о которых мало кто знает и, к сожалению, начинает уже забывать. Я могу назвать несколько примеров, если вам интересно. Например, Дмитрий Гелетисович, который помадывал отдельным батальоном «Морской пикот» и «Феодосии». Когда вы работаете за документальным фильмом, наверняка всегда есть какая-то самая любимая история, которую вы услышали, которая вас больше всего задела, потрясла и так далее. Евгений, буквально пару примеров. Вот Дмитрий Гелетисович, с ним мы познакомились год назад, когда приехали к нему уже после референдума. И вот он и его батальон, они отказались спускать украинский флаг, поднимать российский. И вот все это продолжалось до последнего, до тех пор, пока Дмитрий Гелетисович не захватили, жестоко не избили. Или, например, это Игорь Бедзе, который командовал бригадой «Морской авиации». И вот благодаря его волевому решению, о котором в Киеве мало кто знал, не знал даже министра обороны, и удалось спасти морскую авиацию, он просто принял решение об эвакуации веренных ему вертолетов и самолетов и встречался не в Николаеве. Но об этом человеке мало кто знает, хотя вот именно для самих военных его пример гораздо более героичный, чем, например, Юлия Мамчурова, о котором знают все. Или, к примеру, это Юрий, командующий батальона, простите, бригады, 36-й бригады. У них имеется батальон, горнострелковый батальон. Так вот, его командир уже в то время, когда вся бригада оказалась без оружия, он отказался следовать этому приказу, они просто забаррикадировали всем своим коллективом. И вот буквально уже украинскому руководству этих ребят пришлось уговаривать сложить оружие, потому что вокруг повсеместно все уже это сделали, и решался вопрос о выходе украинских военных с территории Крыма. Ну и, конечно, вопрос, который меня интересует, и я искал на него ответ, собственно, как вообще это произошло. Как всего за две недели, просто в кратчайшие сроки регион, один из вообще наиболее насыщенных военными регион страны, вот так просто был потерян практически без единого выстрела. А я напомню, в Крыму на то время находилось около 20 тысяч военнослужащих. Ну и я не буду делиться пока своими выводами, я не хочу, чтобы анонс превратился в краткое содержание, но определенные выводы я сделал, если совсем коротко, то лично я убежден, ситуация могла развиваться совершенно иначе, и Крым можно было уберечь. Спасибо, Роман. Это был на связи с нами наш корреспондент, специальный корреспондент программы подробностей, Роман Бочкала, который сейчас завершает съемки фильма, который мы покажем в это воскресенье. Вернемся к тому, о чем мы говорили. Вот я обещал дать слово Андрею Акаре. Политолог Андрей Акаре, ваша точка зрения по обсуждающему вопросу. Мне кажется, что в Украине не привыкли быть амбитную державу, то есть амбициозным государством. В Украине, к сожалению, нет такого длительного целеполагания, в Украине нет стратегического типа мышления. Это видно, простите, это видно и по всем политикам, или почти что по всем. Корабль, который не знает куда плыть, ему один ветер не будет попутным. И вот как раз по Крыму, вот крымская проблема, она очень четко это фиксирует. Вот смотрите, например, в любое московское радио, FM-радио, новости погоды. В Севастополе такая-то погода, в Симферополе такая-то, в Петербурге такая, а в Москве такая. Вот я не знаю, по украинским FM-радио то же самое. Да, да, крымская погода есть, не переживай. Смотрите, Министерство по интеграции Крыма в России есть, а в Украине. Те люди, которые занимались в администрации президента проблемой Крыма, уволены и проблема зависла. Системно Украина Крымом, насколько я понимаю, не занимается. Те действия, которые существуют в разных структурах исполнительной власти, в разных министерствах, они носят спорадический, не системный характер. Ну и поэтому в России говорят, ну все, Украина Крым оставила. Да, вот они Крым, Украина к Крыму не имеет никакого отношения, поэтому они вот за Крым и не борются. Вот. И в общем-то, ну вот просто так себя не ведут, мне кажется. Хотя по-другому, я понимаю, что по-другому не получается. Кто бы, нет вот этого амбициозного субъекта в Украине. Есть амбициозные люди, амбициозные политики, произошла какая-то частичная ротация элит, Верховная Радь и Новые Обличия, все таки гарные, розумные, энергийные. Ну, але от наскільки люди, которые живут в Крыму, наскільки они чувствуют, что про них Украина думает. Насколько Украина создала умовы для того, чтобы люди чувствовали, что за ними стоит великая государство, Украина. Люди в Крыму не чувствовали своей защищенности. Почему они, ну, это было, и, понимая, что этот, ну, так званый референдум, на самом деле не референдум, а плебисцит нелегитимный, Конечно, это был такой, люди были просто в стане шоку, в шоковом состоянии. Но почему? Потому что Украина, как субъект, она еще не создает для таких вот людей, С таким вот, трешечки, знаете, ватною сведомостью, она не створюет для них відчуття, что она про них думает, что это такий, ну, великий... Тобто, вона не грает в цей патерналістской модели. Тобто, это не такий, не батько, а это и не мати, знаете, это такий старший брат, який до тебя так ставится трешечки, ну, трешечки так, Как до дорослой людини. А люди, вот в чему системная проблема и с Крымом, и с Донбасом? В том, что переважная большинство людей, яка жила и в Крыму, и в Донбасе, это люди и с сведомостью детей. И когда Украина рік тому начала с ними говорить, как с дорослыми людьми, это была системная помилка. С ними было, треба говорить, как с детьми говорили, так... Де с ними говорили, как с детьми позволить? Или как начали говорить, как с взрослыми детьми? Подождите, секундочку, сейчас у нас не умирается. Играют солдаты, но коллега правильно сказал, сейчас скорая не может доехать до села. Это разговор как со взрослым человеком? Мы можем считать, какое количество сейчас на кладбищах под Донецком или в селе, из-за того, что не может доехать врач или фельдшер, или медицину не могут привезти, или таблетки? Это разговор как с детьми или со взрослыми? Да не было разговора ни с Крымом, ни с Донбасом, и нет его до сих пор. Ну а, ну, я в общем-то об этом как бы и говорю. Понятно, что, ну, вот, Украина еще, наверное, знаете, наверное, находится в процессе становления, и вот это системное мышление, это стратегическое мышление, это вот мышление в какой-то глобальной, амбициозной парадигме, парадигме субъектности, наверное, это все тут и сейчас как раз рождается на наших глазах, но пока еще оно не... Ну, будем надеяться, что родители... Все очень просто, я возьму, чтобы это сказать, возьму микрофон, чтобы это сказать, все проще. Чем спекулировал Путин на Востоке, когда там подымал людей? Ведь там же многие люди еще по каким-то псевдоубеждениям воевали. Борьба против жирных котов. Слушайте, у нас же, у нас олигархи управляют регионами и плюют в лицо журналистам. Материат журналистов в прямом эфире. И не извиняются, и после этого нет никаких абсолютно к ним санкций со стороны нашей власти. И продолжают управлять регионами. И вы что? И вы что? Верите в то, что люди на Донбассе скинут режим этого Захарченко и Плотницкого и вернутся в Украину, если в Украине будет этот олигархический беспредел продолжаться? Безусловно, такого не будет. И я не понимаю, почему вы полтора часа молчите и не говорите на эту тему. Это самая острая тема сегодня в государстве. Мы делали Майдан против олигархии. Сейчас попробую, я об этом тоже поговорю. Мы делали Майдан против бывшей олигархической власти. И мы сегодня два часа молчим, не говорим, не поднимаем эти темы. Второе. Вы говорите, это Минск? Минск-3? Да нет. ГАГа-2. И судить негодяев в ГАГе за те преступления, которые были сделаны. И пусть европейцы. И пусть европейцы. И пусть европейцы помнят, у нас отобрали ядерное оружие от детей. Есть детей, 200 человек. Скажите, скажите мне, проголосуйте, скажите, если бы ядерное оружие у нас было. Подождите, мы детский троп не используем. Извините, ну, молодых людей. Если бы ядерное оружие было в моей стране, здесь была бы война? На нас бы напали? Нет, конечно. У нас забрали ядерное оружие, а теперь пусть включают на полную катушку. Санкции защищают мою государство. Мы вышли на деякий позитив. Дуже гострое вопрос, и я вдячный. Но, вы видите, и студия поддержала, что нужно общаться с теми людьми, которые живут в окременных районах Донбаса и которые живут в Крыму. Нужен государственный инструмент того, чтобы мы могли, потому что это украинские территории, чтобы мы могли впливать на тех людей, которые там есть. Инструмент такой пропонировал опозиционный блок, чтобы был в Верховной Раде створен комитет по комплексному решению проблем Донбаса и Крыму. До теперь его нет. И, стосовно войны, смотрите, вы говорили про Минск-3. А нужно сначала подумать, а выполнял уряд и влада Украины все условия Минск-2? Не выполнял. Потому что, сегодня уряды выгодно продолжать войну, потому что на войну можно все списывать. Думайте, несколько дней в мире, и уже въясняется, вкрали 7 миллиардов, 600 миллионов. И они хотят продолжать войну, а нам потребен мир. Господин Бабиер, Господин Бабиер, вы есть человек, для которого воровалось по-черному. Это знают все. Вы сейчас пришли здесь и начинаете что-то... Совесть это очень такая вещь... Я ни за что отвечать перед вами не буду. Давайте по-другому пишу. Я не есть представитель области, вы такой же банальный воров. Одна фраза. Сидят народные дебаты Украины, в том числе человеке, за сотни километров от боевых дей. Говорят популистичные деи, изрывают облыски в зале, и не грамотно уезжают, зажигают сильных любимых. Все. Пожалуйста, Иван, 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 вы хотели бы заявить, это важно. Я просто не могу зрозуміти, как вы можете звинувачивать украинскую владу в том, что она не сделала ничего для мира, и что она не делает ничего для мира. Пенсии платят, социальные выплаты не платят. Так, они нараховываются на карте. Будь ласка, выезжайте с этой территории. Будь ласка, выезжайте с территории. На жаль, мы не можем... Мы не можем физично... Мы не можем физично доставить. Я перепрошусь все-таки... Пане Михайло, скажи, Раджеский Союз платил пенсии на территории Украины, которая была окупована. Продолжение следует... 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 Так а что вы-то ведете в своих главах? Более того, я хочу сказать, что если бы мы все чаще туда выезжали, не вы, конечно, а мужики, которые должны туда ездить, да, то есть люди призывного возраста, вообще все мужики, хотя бы на один день, поехать туда, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы не соблазняли соседнее государство. Но, я думаю, все мы понимаем, что одним звонком из Кремля можно все это остановить. Мы должны понимать, что против нас воюет государство, один из гегемонов мировых, который действительно здесь пытается нам навязать свою политику и свою программу, сделать зону дестабилизации и подойти к Крыму, они по-любому будут идти туда. И мы должны с вами вместе организовать линию Маннергейма. Ради этих людей на Донбассе, ради этих людей, более того, люди, которых мы там видим, а я часто туда захожу, они говорят, что мы устали от этой войны. И когда нам дедушка из Луганска вывез студентов, индусов, думайте, я подошел к нему и он заплакал. Мы попали там под обстрел, стреляли, причем, снайпера. С нашей стороны мы выполняем, пусть не все, как вам кажется, вы, политики, должны в Верховной Раде как раз принимать нужные законы. Но военные делают свое дело. Мы не стреляем. Сейчас, слава Богу, не погибает такое количество людей, как погибали раньше. Я благодарен президенту и тем, кто действительно ездил в Минск. Спасибо им большое. И мы освобождаем людей. Мы это делаем дело по совести. Всех, кого мы можем отдать, мы их отдаем. Сейчас очень много трудностей. А в ответ получаем, Юрий? Вы знаете, что сейчас происходит? Наших ребят там остается все меньше и меньше. И они становятся заложниками, политическими заложниками. И мы им говорим, мы открыты на вас. Давайте делать все, чтобы мы их забрали. И тут ловится на этой территории много людей, которые нарушают закон. Мы сделаем все, чтобы сохранить нашу страну. Я призываю всех, ребята, пожалуйста, помогайте, каждый по-своему. Делайте свое дело. Плитку кладите, делайте линию, защищайте с оружием, кто может и должен это делать. Лечите людей по совести, платите налоги. И будем сохранять нашу прекрасную страну. Кстати, Ватикане из икона, я ее привез с собой, показать, потом, может быть, вам оставлю. Единственная страна в мире, которая имеет символы государства, это Украина. Это по поводу всего остального, да, трезуб с крестом. И князь Владимир, и на руке он держит нашу, десятинную церковь. Поэтому слава единой, суверенной Украине. Продолжим наш выпуск после рекламы. Еще раз спасибо за аплодисменты. Программа «Черное зеркало» переходит к заключительной части сегодняшнего выпуска. Ну и, собственно говоря, на чем мы остановились? На лекаризации Захарченко и все остальное. Так что вы по этому... Можно микрофон здесь? Почему-то у нас одного микрофона не хватает. Пожалуйста. То, что говорил Матвей Юрьевич, это, конечно, очень провокативно, это очень дискуссионно. И, конечно же, это... Он говорил не потому, что он на этой точке зрения настаивает. Он просто пытался помочь нам здесь, в студии, обострить дискуссию на сложную тему. Да. Но вот в том-то и дело, что есть такая вещь, называется медиация. То есть это урегулирование конфликтов и попытка забалтывания очень жестких конфликтных ситуаций. В принципе, если бы за Плотницким, Захарченко и остальными не было бы, ну, не маячил бы, вот, какой-то такой вот непонятный кукловод, конечно же, с этими людьми можно было бы говорить на политическом... Почему непонятный? В общем-то, он вполне понятный. Называйте вещи своими именами. Кто там кукловодит? Путин, Кремль, Российская Федерация. Хорошо. Ну так кто? Путин, Кремль, Российская Федерация, Часов Кур. Одно и то. Еще уособление, знаете? Ну, конечно, если бы за ними не было вот этого старшего большого брата, конечно, с ними можно было бы разговаривать. Больше того, мне кажется, что они не такие уже антиукраинские, не такие они уже за своей природой. Больше того, там, Захарченко, он украиномовный, потом... Это где? Где была его украинская мовность и прихивность до Украины? Андрей, нагадайся, где это было? Ну, хорошо. Значит, насколько, звичайно, это очень, я понимаю, что это непопулярная тема и непопулярный градус дискуссии, но сама идея, что с ними нужно вести диалог, но диалог, звичайно, не такой, как в Минске, а просто пытаться им навязывать те парадигмы мысления, которые могут привести к какому-то взаимопорозумению. Вот, например, вот таким был Безляр. Правда, он куда-то исчез. Ну, правда, тут есть еще один момент. Если эти люди начинают вести диалог безусловно с Киевом, потом они куда-то исчезают. И, ну, то такое уже, сдержки производства. Вот, в принципе, мозговый Захарченко и Безляр, я гадаю, что эти люди, с которыми, гипотетично, мабуть, Киев должен был бы намагаться вести диалог. Да, возможно, им для этого нужно хотя бы не угрожать, расстреливать пленных. Здесь задавались большие вопросы по поводу Минска-3, здесь было предложение по поводу ГАГИ-2. А я вам хочу сказать об следующей вещи. Я убежден в том, что если Украина начнет думать о людях, которые живут на той территории, то мы придем к вам Киеву-1. Что такое Киев-1 в моем понимании? В моем понимании Киев-1 это Украина для украинцев. В моем понимании Киев-1 это страна, которая формирует правила жизни и правила игры. Они следуют за решением Запада, за реакцией Европы и за действиями России. Мы говорим о том, что у нас идет война с Россией. У нас идет война с Россией, с Европой, которая отстаивает свои интересы и не имеет на это права. С Америкой, которая счастлива от того, что славяне убивают славян, и при этом еще непонятно, зачем они это делают. И самое последнее, и главное, что я хочу вам сказать. Украина ведет войну сама с собой. Украина до сих пор является девятым экспортером по объему продаж оружия в мире и просит, просит, заметьте. Украина другое оружие просит, чем... Не имеет значения. И просит, дайте нам оружие. Вы правильно говорили о том, что когда появится какой-то царь или какой-то отец родной и сделает для Украины хорошо. Никак кто не появится. Никакой царь. И россияне оттуда никогда уйдут. До тех пор, пока Украина не станет самодостаточной, самоуважающей державой. Поэтому хочу ответить... Это все правильно. Как это сделать? Украинские дипломы, никто об этом не думает. Украинские табеля, никто об этом не думает. По интернету посылайте. Сейчас, секундочку. По одной простой причине, потому что... Экзамены, вступительная кампания приближается. Я объясняю, что делать тем людям, тем детям, которые получат дипломы ДНР или ЛНР, которые не признают ни один вуз мира. Но они будут дублированы российскими дипломами. Дальше, отменять справки, так называемые 10-дневные справки, которые нужно оформлять для того, чтобы переехать через кордон. Сами себе создаем проблемы, сами себе отталкиваем. Справки на сегодняшний день уже практически отменили. Будет единая электронная база. А можно я по поводу дипломов расскажу одну простую вещь? Евгений, по поводу дипломов одну простую вещь скажу. Я просто напомню, что большая часть преподавателей Донецкого национального университета выехали в Винницу. Да, и сейчас фонд Ведроджиня, французское посольство, Украина, чем может, пытаются им помочь. Они сейчас восстанавливают преподавание, чтобы давать украинские дипломы. В Донецке они этого не могут делать. Потому что вот это вопрос, ответ на тот вопрос, который был у Матвея. Можно ли вести диалог? А если там запрещают украинское, говорить по-украински. Если флаг украинский, это уже символ вражды, да, и с ним воюют. Понимаете, вот вы говорите, Андрей, что за Харченко с ним можно вести диалог. Это люди войны. Можно было, сейчас уже нельзя, сейчас уже только из автомата Калашникова. На самом деле в чем проблема? Эти люди, марионетки, они получают указание, что сказать из Москвы. Тогда они что-то говорят, самостоятельной позиции нет. Не надо их представлять самостоятельными субъектами. Никто их не представляет. Вторая проблема, и это самое больное, самое страшное, это люди войны. Это люди войны. Их образ жизни, образ зарабатывания, война, автомат. С этими людьми диалога не получится. Вот есть маленький шанс на реализацию договоренности. Но даже Израиль в какой-то момент пошел на переговоры с террористами. Да, 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 это так. Нет, не с ХАМАС, с ООП, когда еще расход был. Сначала ООП, да, потом как с ХАМАСом. Когда в Израиле существовал закон, за любой контакт, даже случайный, даже нечаянный гражданин Израиля, контактировав с членом ООП или поддерживающим ООП, мог отправиться за решетку. Да, и вот теперь, Евгений, вот вы специалист по международным отношениям. Были переговоры в ООС. Я не специалист по международным отношениям. Не, 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 ну, имеете отношения. Ну, имею отношения, да. Так вот, я напомню, мало кто об этом знает. Нам хотят предложить модель, которую использовали в Боснии, и модель договоренностей между Израилем и Палестиной. Договоренности ВОСЛа, которые были. Что в итоге мы сейчас видим? Принесли договоренности ВОСЛа мир Израилю? Нет, нет, не принесли. Нет, не принесли. Вот в чем беда. Поэтому давайте не иметь иллюзий. Вот есть маленький шанс на реализацию минских договоренностей. Если поменяют Захарченко и Плотницкого, Москва поменяет. Вместо людей войны придут люди мира. Пусть даже люди Ахметова, неважно. Те люди, которые раньше были там при власти. Но они будут не воевать, а будут торговать и что-то там производить. И с ними можно будет договариваться. Это даст маленький шанс на мир. Это произойдет только в том случае, если захочет Москва. Поймите одну вещь. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Можно много разных... Вот, Андрей, вы ответили на этот вопрос. Поэтому не Плотницкий, не Донецк или Луганское руководство сейчас решает вопрос о диалоге. Решает Москва. Вот, что проблема. Я сейчас скажу, есть очень хорошая откатанная теория конфликтов на постсоветском пространстве. Во всех конфликтах, где участвовала Москва, Москва почти один и тот же сценарий. И как только появлялся хотя бы один лидер, который начинал напрямую говорить с Тбилиси, с Кишиневом, или с Баку напрямую, или наоборот с Баку с Ирвановым, этих людей убирали сразу же. Потому что... Иногда даже убивали. И было и такое, да. История Артема, который Донецк как Леворусский... Есть простой, очень простой момент. Что бы мы сейчас можем теоретизировать, рассказывать друг другу, но механизм работает так, как он работает. Я скажу больше, мы не застрахованы, что завтра, послезавтра на территории Донецка и Луганска не начнутся опять полномасштабные боевые действия. Что тоже свойственно Москве. Они всегда в таких ситуациях выходят на административные границы. И держат регион полностью. И мы тоже не гарантированы от этого. Мы об этом вообще не говорим. И это тоже проблема. Мы сейчас говорим о неком мире, но мир может принести только победа в эту страну. Больше ничего. Подождите, а у меня вопрос к Максиму. Максим. Всё-таки. Это не только к вам вопрос, но вот к вам прежде всего, потому что вы, может быть, лучше знаете ситуацию вот там вот внизу, да, вот, где корни, да, вот. Некоторые говорят, все, кто был за Украину, оттуда уже уехали. Там не осталось людей, которые за Украину. Вот насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности? Не, ну, конечно, это неправда. Ну, неправда по той банальной причине, потому что Украина не создала условий для переезда. То есть им некуда уезжать. То есть, если мы возьмём пример Грузии, там буквально после начала конфликта, через несколько дней начали строиться... Не, 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 неправда, подождите, конфликт начался в 93-м году, я сам, подождите, я беженец из Абхазии и прожил 10 лет очень мучаясь. Очень мучаясь. Хорошо, я имею в виду войну, если уже так, давайте. То есть, 2008-го года. То есть, тогда европейцы, кстати, европейцы дали деньги. Я был в этом посёлке, европейцы дали деньги. Тем не менее, но тем не менее, они были эффективно, ими эффективно распоряжались, и мы не увидели результат. То есть, опять-таки, если бы мы настаивали на том, чтобы нам нужны такие деньги и переселения, где об этом кто говорил? Неужели они не выделили бы деньги? Никто, то есть, выделили бы... Нет, ну, Максим, у нас здесь встреча идёт о колоссальных деньгах, а в этом тоже нужно помнить. Это миллионы, миллионы местных проживаний. Это тысячи свеженцев, миллионы за трёх миллионах разговоров. Мы говорим о том, что нам им некуда переезжать. Всё. А там уже градация, я потом отдам вам. Мы говорим с вами про размер... Дайте мне договорить, да? ...колькости беженцев, размер Украины, Грузии, как такой. Ну, просто, чтобы было сразумево масштабы. Ну, в любом случае, в случае, в случае, когда это имеет значение, размер. 30 тысяч и 3 миллиона, это разница. Это разные цифры, это разные возможности, разные масштабы. В любом случае, даже нет 30 тысяч. Даже нет... Нема 30 тысяч. Нема 30 тысяч. Я вам поясню ситуацию. Вы без микрофона, Владимир. На конкретном, давайте, пожалуйста. Сейчас я вам добуду микрофон. Добуду микрофон. Я хочу поддерживать ваши слова. Десять раз хочу поддерживать. На конкретном прикладе. В Ирпене 3600 переселенцев. Люди массово переселяются и выбирают регионы максимально ближе к Киеву, потому что тут хочет какая-то работа. А вы расселяете за счет местного бюджета? Я же про это и скажу. Как мы до этого подходим? Мы, звичайно, намагаемся шукать санатории, лагеря, там, где люди физически могут расселиться. Это не те миллионные деньги. Вы представляете людям прожить год в санаториях, в лагерях? Я видел, я приезжал в эти санатории, заброшенные. Я видел, в каких условиях полунищенских они живут. Правильно, но побудовать новое житло – это миллионы, отремонтировать – это тысячи. Понимаете? Это первое. А самое главное, даже не это. Найдерее, что этим людям отключают светло за неоплату. Потому что, ну, и на это, вот, шановные народы, обратите внимание. Увагу! Мы боремся с обленерго по ситуации, что эти люди отключают светло за неоплату. Неужели на рівні державы? Это элементарный момент. Что же они будут передавать на местах, эти люди? Уряды, если вы приблизительно ориентируетесь, как функционирует держава, то, в принципе, такие... Не ориентируюсь, Иван, честно. То тогда мы говорим про ответственность выполнений в этой зоне. Благодаря которым люди выезжают из этой зоны, могут жить, прокормить детей. А депутаты и парламент говорят, мы звертаем на свою увагу. Ни копейки, сколько денег идёт в страну, ни копейки не идёт на целевые программы по построению жилья для того... Не надо строить жилья, правильно говорите? Есть старые санатории, которые построены при Советском Союзе, ещё не разворовали их. Да поселите их туда, обеспечьте им свет, обеспечьте им кровати, пускай хоть там живут, чтобы детей можно было не на холоде. Это всё есть, но это временные условия, которые не живут. Болонтёры сейчас, реально, молодцы, и дочные. Они нужны на этой системной области. Мы надеемся, что эти люди вернутся. Вопрос был в том, что приехали на свою территорию. Мы построим им жилье, новые рабочие места. Будем строить и не будем сподеваться на то, что они когда-навидят повернутся. Иван, но если они вернутся через три года, в каких условиях они проживут эти три года? Я взяла себе смелость покинуть окупованную территорию, проявила позицию, приехала сюда. Мы обязаны снять из себя остальное, но разселить ее тут, дать ей тимчасовую возможность прожить. Тимчасово, мы с вами говорим, она в ней может, тимчасово. И если она желает остаться, залишиться стратегически, подумать, как ее залишить. Но первое, мы не выполняем первое, мы отрубаем ей светло. Понимаете или нет? И никаким образом на это не реагируем. Вы можете не реагировать, а мы реагируем. Вот повис в воздухе вопрос, или повисла в воздухе тема. В самом начале, кстати, об этом говорила Андрей Еленко. Вот будут выборы эти самые, предположим, что они будут, эти выборы, закон о которых принят. Вот политические партии, представители которых здесь у нас присутствуют, Батьковщина, Блок Петра Порошенко, может быть, он уже по-другому будет называться, ходят разговоры, что это уже будет партия Солидарность, там, Радикальная партия, Свобода. Будут ли в этих выборах участвовать? Вы планируете что-то делать? И каким образом, если захотят? Или может быть виртуальным интернетом? Правда, это парень Гонопольский, которого уже здесь нет, но дух него с нами здесь присутствует. В законе, который приняли, там это написано, что выборы местные могут состояться только при том условии, если будет обеспечен политический плюрализм, то есть участие украинских политических сил. Нет, это понятно. Слушайте, я конкретно спрашиваю, вот сидит, а представитель Батьковщины. Алексей, Батьковщина будет участвовать в этих выборах? Евгений, еще один момент, который... Представляете ли вы, как вы это будете делать? Смотрите ситуацию. План действий есть там? Я родом из Макевки, я туда даже приехать не могу, я хочу приехать в школу, где я учился, я хочу приехать в Донецкий национальный университет, который находится в Донецке. Да я туда даже попасть не могу, то есть увидеться с первой учительниц, каких сейчас выборах можно говорить. О какой агитации может быть? О каких выборах с ОБСЕ, так называемый, мы можем говорить, да пока там будут российские войска, пока там будет оружие, никаких выборов там не может быть вообще априори. Вот почему вы не голосовали за этот закон? Потому что сам закон в самом названии содержит противоречия, которые не соответствуют сегодняшним и реальностям, и фактам, и возможностям. Как мы можем голосовать за то, чего не будет в ближайшее время? Сейчас неразумным господам депутатам опытный политолог все объяснит. Дело в том, что мне дипломат подтвердит, для того, чтобы эти выборы состоялись, и чтобы был реализован после выборов вот этот особый порядок местного самоуправления, надо еще создать в рамках переговорного процесса рабочие группы, провести переговоры о том, когда эти выборы могут состояться, и соответственно об условиях проведения этих выборов. И о механизмах и сортажах. Да, о механизмах, сортажах, если не будет этих переговоров, с кем эти переговоры должны быть? Вот такая проблема, Владимир, не с кем переговоры вести на сегодняшний день получается. Как? Объясняю. Речь идет о создании рабочих групп в рамках минского переговорного процесса. То есть в эти рабочие группы входят представители ОБСЕ, который должен контролировать эти выборы, представители Украины, представители России в том числе, который берет на себя гарантии проведения. Ну так где представители ОБСЕ? Да, плюс два, плюс два, представители. Ну, смотрите, ну, смотрите, механизм реализации, вот давайте поднимемся. Вот просто вот уявим о себе, значит, перша позиция. Пока там озброені бойовики, російські войска и терористи, выборы там неможливі в принципе. Андрей! Всім всі погоджуюсь. Андрей, в законе це записано. Добре, в законе написано, правильно. Так вот, послухайте. Якщо вы не залишаете выборы, не будешь. Можете дослухати? Ви можете дослухати? Я розумію, что у вас там программа, ясно. Послухайте. Якщо мы, вони звідти не підуть, выборов там не будет. Як вони звідти підуть? От поясните мені, будь ласка, вот скажите. В якийсь момент вони просто скажут, слушайте, оце мы всю войну, оцю влаштували, Путін скаже, оце вот мы тут стільки народу поклали, а тут раптом, Путін скаже, проводим вибори, ну це ж бред просто сівої кабили. А тому, Андрей, ви дали відповідь, не будет цих виборів. Я би зараз більше б турбувався про інше. Про те, що у нас будуть вибори на, слава Богу, ще контрольованій території України в жовтні цього року. І, на жаль, на превеликій, ці вибори можуть бути дуже небезпечні для України. Тому що якраз отут кремлівська агентура, в східних областях, прифронтових областях, південних областях, буде пробувати робити там реванш, і там розхитувати ситуацію. Ось про це треба думати зараз перш за все. Андрей, на парламентський же якраз кудобедно пошли. Прошу треба пам'ятати і на переговорах, і депутатам. Якщо дійде питання до виборів, треба забезпечити права людей, хто виїхав з цих областей, щоб вони могли взяти участь в виборах. Оце дуже важливо. Звичайно, є найбільша соціологія, яка внутрення, і все зараз те політичні сили, вони тут представлені, які приглашали к себе комбатів, ребят, які дійсно отвечали за батальйони і були в боєвих действиях. Іх личний рейтинг як політиків. Так вот, больша просьба, просто посмотріть, вони є ці рейтинги в інтернете. Ви не хочете легалізувати цих Захарченков і компанію? Я вас понимаю, но дайте їм поігратися в політику, коли вони будуть відповідати не за патроны для солдат, а перед избирателем, який тож ваш, який ми працювали вже багато десять років, який прийдеться говорити, де пенсія, де зарплата, і їх рейтинг закончили. Але вони і зараз не відповідали на ці вопроси. Ніхто їм ці вопроси і не задають, бояся казатися под дулом. Коли в Аджарі міжний олигарх попытался окопаться от нової власти, коли убрали в 2004 році в Грузії власть. Он попытался окопаться в своїй області і як-либо обороняться. Що зробили? Создали все условия, коли люди сами вышли на улицу і їх вышвырнули. Согласитесь, це единственное условие, коли сейчас Донбасс може бути освобождуватися. Коли люди їх самі вышвырнули. Проблема, ви слишком теоретичні, і не розсуваєте, а сам не вышвырнули. Вовремя конфліктів, то, що ви розсуваєте, к сожалению, не роботає. Це роботало в Аджарі по відношенню кавказану. Дайте другое сценарію, альтернативний моєму зараз. Дайте його другое. Ділячі реформу строїть, щоб проводити альтернативні. Альтернативний сценарий, звісно ж, вибори, це дуже хитрая політична уловка. І я не думаю, що ці вибори, вони можуть пройти. Це понятно, що це політичний аргумент, який є у Києва, і, наверное, добре, що він є. І ось ці дискусії вокруг виборів, як вони можуть пройти, Минські соглашення, ну, і так називаємо, Минські соглашення написані так, щоб їх можна було інтерпретувати з дуже широким диапазоном інтерпретаций. Боле того, там даже лексика лично Суркова присутствує. Це кае? В четвертом пункте, на пам'ять не помните? Четвертый пункт, це постановлення, там нет лек... Це, наверное, модальність іменість. Модальність іменість. Модальність іменість і Суркова. Третий пункт, да, да. Модальність і Суркова. Це його лексика. Ну, ось ці, Сурков і Сурковці. І, в общем... Сурков там присутствував, мені, так сказать, люди, які там були, Рассказывали, що він оттуда в 17 часів все не выходив, ні на секундочку. Ну, вот, значит, і свої слова туда придумав. Так вот, це, всі ці Минські соглашення, понятно, ім, якраз Матвій Юрійович об цьому сказав, що вони потрібні для того, щоб просто каждый день там не було нової небесні сотні, щоб там не було крові. Понятно, їх правовой, международно-правовой статус, їх крайне сомнителен, і, в общем-то, вот так, але краще, що вони є, і людей, ну, дуже мало вбивають. Але, єдинний варіант... В чому альтернативний сценарий? Значить, є два варіанта. Один варіант невозможний, це варіант «Побіда». Он невозможен, тому що... Будем надіться на сьогоднішній день. Да, на сьогоднішній день. І по внутрі українським вопросам теж. Українське государство всегда було неэффективним, і зараз оно теж неэффективно. Українське общество, наоборот, оно суперэффективно, оно уникально... Причинах сьогодні вже дуже детальна. Дальше. І второй варіант. Ну, поэтому второй варіант – це... Вот війна, є причинно-следственна связь міжду відкрітостю границ украінської сторони, і поэтому границі треба закрывати. Це можна зробити, видимо, тільки при наличі міждународних голубих касок чи поліцейських... А, кстати, давно ми не говорили о воде миротворчих сил. Механізм осуществляється. А как ввести, Дмитрий, вот как ввести миротворчісті силы? Как ввести голубі каски, якщо Росія тут же заблокирує це в Советі безпецісті ООН? А можна, по-другому, я відвичай, я прошу прощення, я здесь единственный, или, може, господин Натаро, єдинственный, хто здесь не верить в победу України? По-моему, он так настратив. Ну, ми уточнили, месье, господин Натаро, ми не можемо верить в нивері. Давайте ми побудим, никуди ми не делимся. Нет, річ не об цьому. Конечно же, хорошо говорить о победі, якщо сам не на передовій. Просто, если б, ну, понятно, якщо б воевали там местні так называемі ополченці, війна б вже год назад, як закончилась. Но, более того, понятно даже уровень боеспособности российской армии і кількість боеспособних сухопутних. Ну, Андрей, нам і гордиться тож є, і з чим, і победна риторика тож должна бути. Без всякого зоміння. Нет у нас на Борусі, нет у нас заплаченних риторий от Донбасса до Харкова. Давайте будемо об цьому говорити, і цьому радоваться. Хорошо, я б, я б, я б, я б сейчас, извините, мало времени. Я б, 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 очень большое внимание уделил б обороне Славянська, Краматорська, Ну, Маріуполя і Бердянська. Про миротворців. Хорошо, миротворців. Я хочу сказати дві прості речі. По-перше, я щиро заздрю експертам, політикам, депутатам, що ви можете казати красиві, правильні речі, які всім подобаються, а ви дипломат. Але потрібно бути реалістами. В тому числі в оцінці того, як нам всього-всього вирувати. На даному момент немає альтернативи міським угодам. Перше. Друге. Не треба спекулювати на міських угодах. Мінські угоди – це алгоритм дій. І для того, щоб відновити виплату пенсій, потрібно виконати ще дуже багато кроків, які російська сторона не виконала і блокує їх виконання. Третє. По миротворцям. Для того, щоб запустити миротворців ООН, потрібно рішення Ради безпеки ООН. В Раді безпеки сидить Російська Федерація як постійний член. Забудьте про міфи, про те, що ми зараз їх звідти виключимо. Ми зробимо так, щоб вони не проголосували і переможемо. Цього не буде. Місія ООН зайде лише в тому форматі, на якій погодиться Російська Федерація. А вона, скорее всего, согласіться, щоб не погодиться. Друга альтернатива – це місія Європейського Союзу. Європейський Союз в такому разі візьме на себе відповідальність і за своїх громадян, які в ній будуть, за те, що там відбувається. Чи готовий зараз Європейський Союз? Не готовий. Тому давайте бути реалістними. Наше завдання зараз – утримати лінію, яка є лінією Мінських, лінія передбачена Мінськими домовленостями у вересні, наситити цей регіон, який контролюється Росією і терористами, міжнародними спостерігачами від ОБСЄ, які мають здійснювати там контроль. І виводити, заводити цю ситуацію в політичне русло, що нам дозволяє робити ухвалений закон. Колега, тільки це не ісключає. Дальше, продолжение следуючого. Минуточку. Дальше, ця мисія по наблюдению ООНовська може бути абсолютно неефективна, і Російська Федерація може виделити континент і потребувати в рамках ООН введення в коридор безопасності миротворчих сил под егидою і мандатом ОООН. Нагадецу! Я скажу проти... Грузия! Так вот, в 90-х годах, це було ОБСЄ, не ООН! Нет, ООН в Грузії, в Абхазії було ООН. Господин Вифисенко в Южної Осетії було ОБСЄ, були обі організації. Не було мисією ООН там. Давайте посмотрим. Хайди Талявини руководила миссією ООН по наблюдению в Абхазії. МОНООГ назвала мисія. НО, коли ми підійдемо вот к цій темі вплодную, Мы станем заложниками давления Европы на то, что нужно вводить хотя бы какой-то контингент миротворцев. Там не могут быть полицейские силы, потому что фигурирует тяжелое вооружение. Поверьте, это все на опыте, я вам говорю. И на нас будут давить, нас будут требовать, что давайте прекратим огонь, заморозим конфликт. И они будут брать на себя обязательства, что эти российские миротворцы чисто зафиксируют границу. Может быть, там нам добавят белорусов и казахов для полного нашего счастья. Но поверьте, что мы идем в этом направлении шаг за шагом. Мы можем сейчас отрицать, говорить, что это не так. Но везде конфликты... Получается, что это такое оптимистическое выходное? Это замораживание. То, что мы говорим... Так Россия идет только на замораживание, она не идет на... Это более амстичный сценарий на сегодня, это замораживание конфликта. Да, де-факто все идет к этому. И то, что там создается линия обороны. Не надо вот сейчас это драматизировать и бояться. Вы хотите сказать, что это и есть выполнение Минска соглашения? Нет, нет, нет. Это будет игра, будет игра. Это страховка на случай, если та сторона возобновит военные действия. Мы должны быть готовы... А как с выборами все-таки быть? Но, 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 нет, нет, почему? Хорошо, а что тогда? Вот заморозка. А что во время заморозки делать с выборами, с выборами пенсии? Переговоры, я еще раз напомню. Но надо вспомнить, Володя, что там живут наши граждане Украины. Вот, смотрите, мы пришли одного очень важного висновка, как для меня, что нет альтернативы Минским угодам. Что Минские угоды нужно выполнять. Правильно? Вони схвалены сегодня святовой общей, и нужно идти по пунктам и выполнять их. И удивляются меня, знаете, эти тезы, когда мы уже вот так вот кидаемся величезными цифрами долей людей, когда говорим, что у нас темчасово перемещенных и вимушено перемещенных осіб, уявите себе, миллион двести тысяч, это не Абхазия. У нас один район Донецкой области, больше, чем вся Абхазия. А уявите себе, в Донецкой области, в Луганской области, взагалі-то живет 7 миллионов людей. Відняти от цієї чисельности миллион двести, виходить, 5 миллионов, 800 тысяч людей, это те, кто живет там, с этими проблемами. И с этими окременными районами. Так вот, сегодня я могу ствердить, что у нас вимушено перемещенных осіб в разы больше. В разы больше. И это люди, это доли людей, это семьи, это дети. И треба сегодня, в том числе, когда мы говорим про выборы, забезпечить их право голосу, потому что это Конституция Украины, так же, как и забезпечить право голосу тех людей, которые живут на окременных территориях Донецкой и Луганской областей. И вот то, что мы говорили под час рекламной паузы. Дуже мудрые слова, которые сказал Матвей Гнопольский. Что необходимо, он говорит, что украинцы, вам нужно сегодня иметь коммуникаторов. То есть экспертное средство тех людей, которые бы спринялись, принимались с этой стороны, которые могли бы от имени Украины вести разговоры. Нам нужен диалог. Только в межах диалога мы сможем идти... А давайте мы створим в Верховную Раду Украины, проголосуем. Створим комитет Верховной Рады с вопросом комплексного вырежения, вопросом Донбасса и Крыма. Проголосуйте. Вы были год назад опозиционный блок и партия регионов, когда мы проводили проукраинские митинги. Там была Батьковщина, там был удар, там была Свобода, и человек первый погиб. А вы стояли со своими партиями регионов по другую сторону. А сейчас вы говорите, надо нам создать комитет Верховной Рады. Это то, что от вас исходит, просто не воспринимается даже. Давайте мы подумаем про то, что нам нужно сегодня поддерживать то, что поддерживается всеми украинцами. Нам нужен мир. И нам нужно все усилия спрямовывать на диалог с теми людьми, которые там живут, потому что они граждане Украины. Нам нужно восстановить им социальные выплаты. Нам нужно восстановить им пенсии. И это записано в угодах. А, господин Попеев, а Кремену нужна война. Вот вам нужен мир, а не нужна война. Вот как вы сейчас это делаете? Слушайте, я говорю про Украину. Донецкая, Луганская область, территория Украины. Господин Попеев, войну ведет Российская Федерация. Они завтра получили команду начать. Каким мы вы диктарюем? Доброе. Вот вы не хотите ни с кем там говорите. Скажите мне, будь ласка. То есть вы вернувляетесь от диалога вообще, а там есть наши люди. Вот я готов говорить. Я говорю, что они там живут. И эти проблемы, которые сегодня у них есть, спросите, в них проблемы какие. Проблемы в том, что им нет что одягнуть детей. Нет что дать на снеданок, на обед, на вечерю детям. Пане Михайло, мы все-таки будем ответственными политиками в этом плане. А можно вам конкретный пример? Вот вы говорите, что Украина должна сделать это и так далее. Немеччина и Франция. Большие страны. Когда подписывали Минские угоды, была заявка четырех лидеров. И там было сказано, что Немеччина и Франция берут на себя обязательства. Забезпечить инфраструктуру банковскую. Чтобы там можно было отримать деньги. Это было сделано. В Минских угодах есть. А я поясню, что было. Пане Володимир, вы пообидали сегодня? Вы пообидали сегодня? Відповидаю. Нет, нормальное вопрос. Так или нет? Я до чего веду? Мы должны понимать, что победа Украины в том направлении зависит не от того, как мы тут сидим, здорово, и слава Богу, сидим и спаримся. Питание, как вы это сделаете? Скажите, как вы наводите этих людей, если туда не пропускают гуманитарные конвои украинские. Международные конвои туда тоже не пропускают. А в кейкости патриотично налаштованных людей на этих территориях. Поэтому мы должны всяким шляхом отримать каждый украинец каким-то целью. И каждый украинец, который телефонует каждый день на основную Украину и спросит, а как у вас там? Будь ласка, скажите, каким конкретно. По телефону ему обед не передашь, Владимир, здесь справа действительно. Как вы хотите их накормить? Обеспечить коридоры, чтобы они не обстреливались, договориться. Но действительно, есть же рабочая группа наших военных и тех боевиков. Есть же передовольные. Потребен ряд конкретных кроков. Создать лагеря, где можно людей расположить, чтобы жизнь у них там была. Давайте забеспечим украинцев-переселенцев нормальными умовами, которые приехали ввести до нас. Первый конкретный крок. Там нет, тут нет войны. Я могу вам 30 суток пропозже сказать, что я как бывший беженец, могу вам сказать, что у вас же квартира есть. Нет, нет, нет. Вот я, например, взял своих друзей одного в Крыму. Одного в Донецком встал на работу, да? Как-то обеспечил, по-моему, взять квартиру. Вы же руководите целым камерой село. Мы в себе вместе забеспечим максимум. Я до чего веду? Я про инше вам веду. Я говорю про то, что есть ряд вещей, где держава, где держава имеет инструмент. Мает инструмент, но не использует его. Понимаете, что нет? Вот, первое, я обратюсь к вам, к депутатам. Вы уже не депутат. Я и не буду. До депутатам. Знаешь, вы будете раз часто на эфирах. Но я обратюсь к депутатам. У вас, вертель, я начинаю эти эфиры. Будьте, пожалуйста, приведите инициативу для того, чтобы Обленерго все по всей стране не отключали эти заклады, где на сегодняшний день живут переселенцы. Вот вам первый крок. Господа, господа дорогие. К сожалению, мы сегодня не все успели обсудить. И я прошу прощения, что если кто-то на меня будет обижаться, не обижайтесь очень сильно. Если кому-то я не дал возможности высказаться. Но, увы, коронометраж программы «Суровая вещь». Надо прощаться. Спасибо всем большое. Увидимся через неделю. Спасибо.